Я тоже рекомендую переходить на кето-диету, только разница в том, что я рекомендую на веганскую кето-диету, а это, возможно, вполне очень просто, и результаты изумительные. А он рекомендует на ту самую мясную. Но на чём основана его вера, убеждённость в том, что именно она является естественной? А результат-то и там, и там происходит одинаковый, на начальных этапах. Вопрос только в том, что в его варианте через годы будут большие проблемы со здоровьем, и это связано с несколькими причинами, о которых мы поговорим дальше. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала в Ютубе. Сейчас я хочу поставить вам видео, которое называется «Как похудеть кето-диеты, есть жир нужно, можно снизить вес, не голодая» с канала доктора Евдокименко. Он пригласил доктора Генералова, который написал многим известную уже книгу про кето-питание, который сам на него перешёл, активно пропагандирует, ну, естественно, мясное кето-питание. И я хочу сейчас поставить вам прям видео, буду ставить на паузы и давать свои комментарии, как я это делаю в такой большой рубрике по аналитическим разборкам тех или иных видео. А сказать мне на это и есть, что я укажу, где он прав, где нет, он очень много правильных вещей говорит. Но есть принципиальные категорические ошибки, на самом деле их не так много, их, по сути, глобальных две, глобальных. Но вот это важно понять людям, а не поверить мне, либо ему. Вот важно именно понять, в чём эти ошибки, к чему они могут привести. Ну, поехали, не будем терять время. У нас в гостях доктор медицинских наук, автор книги о кето-диете Василий Олегович Генералов. Здравствуйте. Василий, что такое кетогенная диета, или кето-диета, как её ещё называют, и когда она появилась? Сейчас название кето-диеты, оно так популярно, и на самом деле синонимов этого рациона достаточно много. Это и средиземноморская диета. Средиземноморская диета совершенно не то, потому что они едят всё-таки углеводы в больших гораздо количествах, чем предусматривает классическая. Кетогенная диета, которую рекомендует и рекламирует сам Генералов в своей книге. По сути, вот это видео, то, что сейчас Генералов будет говорить, отвечать на вопросы, это есть его, такая выжимка из его книги. То есть, мне не нужно её, может быть, и разбирать целиком. Как я это хотел делать раньше, это будет проще гораздо. Он сейчас просто говорит цитатами, выжимками, по сути, компиляциями из этой его книги. Так вот, средиземноморский тип диеты, питания, да, кстати, у него тоже свои разновидности есть, совершенно другое. А тут принципиально, чтобы шёл именно кетоз, тогда не должно быть углеводов в пище выше определённого процента, и то не быстрых, а длинных. Итак, идём дальше. Это низкоуглеводная диета, но важно, чтобы эта низкоуглеводная диета была высокожировой. Конечно, в лечебном варианте это кетогенная диета. Ну, и если человек хочет похудеть, или у него есть, тем более, заболевания, метаболические заболевания, например, сахарный диабет или так называемый преддиабет, то, конечно, его рацион должен быть кетогенный. Что это значит? Это значит, что углеводы употребляются не нужно, либо их количество должно быть минимально, ну, не более 50 граммов в сутки. Белок должен употребляться по необходимости, а наша суточная потребность – это 80 граммов белка в сутки. Это однозначно не так, потому что уже, кстати, и пересмотрела. Я в своих старых лекциях, не помню уже в каких, говорил про встречу с одной женщиной. Она профессор по нескольким кафедрам, и в том суть, что она мне сама сказала, что и ВОЗ даже и уже признано, что снизили, чуть не в 10 раз уменьшили ту самую норму якобы потребления белка, которая была в медицине очень долгое время. Но, естественно, есть же люди, которые не потребляют, даже с учетом растительного белка, и части того, что вот рекомендуют эти нам ученые с табличек своих. Поэтому это, конечно, бред, потому что жизнь говорит обратное. То есть практика критерий истинной, поскольку есть люди, которые из растительной пищи, ну, скажем, питаясь той растительной пищей, где очень мало белков, да, даже растительных, тем не менее живы, живут десятки лет сами на этом питании, рожают детей там и так далее, и так далее. Поэтому это, конечно, неправильно. Белка нужно гораздо меньше, с учетом того, что печень наша имеет возможности и свойства, она просто этим занимается. Печень рециркулирует белки в организме отчасти, то есть синтезирует белки плазмы крови, разбирает белки, которые в кровь кровотоком к ней подходят из разных тканей нашего организма, поэтому и много других нюансов, которые не учитываются. Например, синтез аминокислот, да, то есть протобелков нашей кишечной симбиотической микрофлоры, правда она у разных людей по-разному работает, и потому у кого-то получается, у кого-то нет. То есть на все есть объективные причины и следствия. Тем не менее, идем дальше, да? А стальной колораж, он добирается уже жирами, то есть соотношение жиров к остальным ингредиентам, к белкам и углеводам составляет примерно 70% к 30%. Тогда получается кетоз, и мы видим в крови появление кетонов. Кетоны – это продукты переваривания жира, именно они являются в этом случае источником энергии. Если кетоны в крови есть, значит организм использует жиры как основной источник энергии. Если кетонов в крови нет, значит человек употребляет углеводы. Все очень просто. А почему кето-диете такое внимание уделяется? То есть сейчас, ну, в общем, достаточно популярная тема. А вообще мода, есть такая штука, мода называется, такой-то она идет волнообразно и циклично. И не только на одежду бывает, но и на прически, и на все, что угодно в обиходе, и также на здоровье. Потому что сколько было теорий, которые потом разбивались, вот этих мясных диет. Ну, столько их было, различных абсолютно. И что в итоге? Ну, в итоге проходит время, и популярность исходит на нет. Под воздействием разных факторов разбиваются они как об скалу. Вот когда вы, дорогие друзья, захотите понять истину, а не то, что новомодно, как веру кинуться в омут с головой, так сказать. Ну, вот, а захотите помыслить разумно и здраво, вы всегда в зеркало глядитесь, да? Ну, мы до этого дойдем. Это я так пока наметочку дал, потому что он там начнет аргументировать как бы с точки зрения исторической и нашего естественного якобы питания. Ну, тогда сразу смотрите в зеркало и думайте. Прав он, говоря о том, что наши предки так питались, типа доисторические там, и имея в виду вот этих. Из картинок учебников всяких неандертальцев, кроманьонцев и так далее, с верой в то, что они были, ну, кто говорит, охотниками, он просто идиот уже, да, так сказать. Ну, из обычных людей, ладно, не будем обижать. А из специалистов уж должен знать, что все это давно доказано абсолютно официальной наукой, антропологией и так далее, палеоантропологией, что они были как минимум, ну, а неандертальцы, не наши предки, а именно неандертальцы и прочие товарищи, они были все-таки собирателями и падальщиками. Ну, никакими они не были охотниками, естественно. Ну, еще раз говорю, на себя в зеркало надо посмотреть, свои клычонки, ручонки, наготенки, и все будет понятно. Сейчас происходит переворот в диетологии, потому что все предыдущие рационы, которые активно навязывались рекомендациями медицинскими, ну, началось все с Американской ассоциации кардиологов, которая решила бороться с ожирением и стала пропагандировать низкожировые диеты. В результате этих рекомендаций постепенно пришли к тому, что углеводы стали основным источником энергии. И что получилось? Получилось, что благодаря этим рекомендациям количество сахарного диабета выросло. На сегодняшний день это многократное увеличение. Количество аутизма растет в геометрической прогрессии. Количество онкологических заболеваний тоже растет. Так правильно, правильно. И здесь ничего удивительного нет. И это не доказывает то, что он прав в том, что надо есть, соответственно, жиры животные и мясо. Ну, белки именно животные, так сказать, вот эти самые 10% добирать. Абсолютно не доказывает. Почему? Потому что совершенно справедливо, что излишнее количество углеводов, особенно каких, булочков, крекеров и так далее. Ну, естественно, вот этих синтетических, ненатуральных, неестественных, это абсолютно не тождественно потреблению углеводов из овощей и фруктов. Но сейчас в наши дни, да, столько действует факторов на человека, вредных факторов воздействия, что действительно излишнее количество любых углеводов, даже растительных и даже натуральных из фруктов, с прочими факторами взаимодействия, ухудшает здоровье человека. И, безусловно, это объективно. Вот у меня есть такое видео, почему мы не можем питаться только плодами. Там я объективно как раз про это говорю и это доказываю, поясняю. Но это не значит, что плоды не наша пища. Именно наша пища плоды. И объяснить это иным способом, нежели проанализировать, насколько увеличилось количество углеводов, насколько уменьшилось количество жира, по-другому объяснить нельзя. Это всё абсолютно пропорционально. Чем меньше люди стали употреблять жиров и чем больше стали употреблять углеводов, тем выше стали заболеваемости по тем нозологиям, которые я озвучил. Нет, это связано с тем, что в последние вот эти годы и десятилетия развивалась пищевая промышленность. То есть, не то, что выращивали на земле углеводы, скажем так, люди ели, а то, что они стали есть из супермаркетов углеводы, которые совершенно видоизмененные, которые являются трансжирами в том числе, то есть, в совокупности те же крекеры углеводы или какие-нибудь там печенья юбилейные, неважно. А там, естественно, маргарин и наипроизводные, то есть, трансжиры и, естественно, другие химические разные добавки, ешки и прочее. То есть, всё то, что именно является промышленным производством, синтетическим, чтобы хранилось дольше, чтобы имело цвет прекрасный, запах и так далее, и так далее. То, что в пластиковых разных там контейнерах, упаковках, завязках, вот это всё, как правило, неестественное. Да, это тоже углеводы, люди стали есть и это с естественных углеводов на неестественные перешли. Естественно, они перестали есть, как правило, зелень, перестали пить воду практически, а напитки стали пить, в том числе и шипучие газированные, тоже вот эти самые сахара, простые глюкозы, фруктозы, сахарозы и прочее. И, естественно, вот это в совокупности дало такую проблему, потому что на Руси всегда, да и в других народах, какая была присказка у нас, например, щи да каша, пища наша, это как раз те самые углеводы, и что не жили? Жили и 100-120 лет, о чём свидетельствуют от Карамзина, до различных послов, скажем, при дворе тех или иных наших царей, в прошлом, которые оставляли записки и удивлялись, что русский мужик не болеет ничем, живёт 100-120 лет, а при дворе бояре да цари, так сказать, имеют болезни, пользуются пилюлями, заморскими лекарями и живут, мало умирая от болезни. То есть это естественно. Вот то, что сейчас жизнь пошла, неестественно. Да, переходя на кето-диету ту, которую он рекомендует, люди выздоравливают, им становится легче, лучше, проходят болезни. И что, значит, он прав абсолютно во всём, что говорит? Конечно же, нет. И я это уже говорил кратко в других своих лекциях, а сейчас эту тему полностью поясню по ходу изложения его материала. Ну и мы, кстати, говорили в одной из наших программ, что вот обезжиренная диета часто приводит к заболеваниям лёгких, что люди, которые соблюдают обезжиренную диету, получают порой самые большие проблемы с бронхами, с лёгкими. И вот об этом тоже надо помнить. Но сейчас вопрос главный к Василию. Нет, ну только правильно, давайте это поясним. Жиры, это не значит, что сало, сливочное масло, сливки и так далее. Жиры, это значит авокадо, сотни видов, ну, достаточно и двух-трёх, на самом деле, различных масел растительных, главное льняной из которых. Вообще вот это видео, дорогие друзья, кто хочет это познать, понять, да, не поверить кому-то, просто посмотрите. Омега-3, 6, 9 жирный кислот, который на экране перед вами сейчас, да? Значит, ссылочка будет под видео, как всегда. Так вот, кто мешает есть эти, соответственно, масла, как это на Руси было льняное, давили. Где-то в южных регионах это кунжутное. Это совершенно правильно, как раз омега-3, идеальное соотношение по отношению к омега-6, 9 в них именно. В Сибири это кедровое масло, хотя там похуже с этим вопросом, но там есть другие варианты. Опять-таки масла и жиры есть и в орехах, и во многих других естественных продуктах растительного происхождения для человека идеально подходящих. А какие болезни может лечить кето-диета? Есть два момента, которые можно сказать касаемо рациона. Первое – это лечебные рационы. И когда мы говорим о лечебной кетогенной диете, то это и соматические заболевания, и неврологические заболевания. В лечебном варианте начиналось все с неврологии. Это лечение эпилепсии, и наша клиника этим занимается уже давно. А сейчас мы уже перешли к введению нейродегенеративных заболеваний, рассеянного склероза, болезни Паркинсона, и затрагиваем уже соматические заболевания. Это и различные аутоиммунные процессы. В основе их коррекции будет элиминация рациона и переход в метаболическую часть. То есть в метахондриальное лечение, основу любой метахондриальной терапии, будет кетогенная диета, поскольку жирам проще усваиваться, нежели углеводам, слишком длинная цепочка. Так вот, метаболические заболевания, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, тоже все будет лечиться кетогенной диетой. А то забуду многие вещи. Очень много он сказал, что надо пояснить. Во-первых, сахарный диабет первого типа, в отличие от второго, это тоже аутоиммунные заболевания. Совершенно справедливо он говорит, что действительно, если метаболизм перевести с расщепления глюкозы, то есть получения из нее энергии, то есть за счет гликолиза и цикла Крепса, на кетогенную, то есть расщепление жиров, да, это действительно для митохондрии большой плюс, это проще, это быстрее, это не будет, скажем, побочных сил тратить организм дополнительных на выведение из организма продуктов метаболизма в большей степени, чем на углеводной, высокой тем более углеводной диете и так далее. Там много плюсов, это совершенно правильно. А потому, если меры, направленные на укрепление здоровья, применяются верные, то есть, соответственно, в совокупности своем не один какой-то подход, а несколько, то при равных прочих, добавляющий вот этот фактор, совершенно объективный, я тоже рекомендую это людям, то есть переходить на кето-диету, только разница в том, что я рекомендую на веганскую кето-диету, а это, возможно, вполне очень простые, результаты изумительные, а он рекомендует на ту самую мясную. Но на чем основана его вера, убежденность в том, что именно она является естественной, а результат-то и там, и там происходит одинаковый, на начальных этапах. Вопрос только в том, что в его варианте через годы будут большие проблемы со здоровьем, и это связано с несколькими причинами, о которых мы поговорим дальше. А на сыроедении, кстати, на веганстве правильном, масса тела, то есть жировая ткань, тоже уменьшается почти у всех, за исключением небольшого процента случаев, и то по совершенно понятным, объективным причинам, ну, например, таким, как дефицит такого минерала, как хрома, да, микроэлементы, и другим объективным причинам. То есть протоколы терапии будут выстраиваться на этом рационе. И отдельно, конечно, это онкология. И об этом говорить нужно более подробно, но большинство онкологических процессов останавливается, если мы исключаем углеводы из рациона. Ничего удивительного здесь нет, и вот почему это происходит, уже много раз я говорил, и здесь, конечно же, я обязан это ещё раз подчеркнуть. На чём основаны принципы точного на преопределении в онкологии метастазов, да? Ну, контрастное КТ делается, то есть глюкозу добавляют изотоп, человек выпивает, его просвечивают, смотрят, где светятся точки, там и есть как раз метастазы. Ну, соответственно, в чём тут суть? Дело в том, что раковые клетки, в отличие от всех остальных клеток нашего организма, родных нам, нормальных клеток, потребляют глюкозы в разы больше, просто в разы, чем другие клетки нашего организма. И потому логика здесь проста, и он прав абсолютно на 100%, что если не дать раковым клеткам питание, энергии, то они начинают погибать, потому что они не могут использовать в полной мере другой путь усвоения, получения энергии, тем более в таких количествах, как им нужно. А все наши остальные клетки организма могут, то есть наши клетки могут получать энергию за счёт расщепления жиров, а раковые только за счёт расщепления простых углеводов, да? То есть вот кратко, если просто объяснить, это именно так. И потому, когда человека переводят на кетогенную диету, исключают всё сладкое и всё углеводистое, практически всё, ну кроме там квашеной капусты и редьки репы, и то в небольших количествах, то тогда, конечно же, результат не заставит себя долго ждать. И наряду с другими процедурами, даже такими, как химиотерапия, там, ну смотря, что назначают врачи, лучевая и прочая, в зависимости от вида рак, локализации, степени поражения, там, стадии и так далее, чтобы метастазы не шли в меньшей степени, развитие рака было и так далее. При равных прочих факторах это помогает, и это, безусловно, неудивительно. Я поражаюсь тому, что врачи, по крайней мере, лан, простые люди, удивляются, как же это может быть так. Да это элементарно, я же объяснил сейчас почему, да? То есть это логика простая, и он абсолютно в этом прав. Другой вопрос-то только в том, что будет через 5, 10, 20 лет, ну и то 20 мало у кого, а это будет гарантировано, будет онкология. То есть сначала человек действительно от рака вылечится, перейдя на кето-диету. Относительно, то есть ремиссия будет и довольно-таки долгая может быть. А потому будет выздоровление, и результат ощутимый, улучшение состояния, и действительно выздоровление, и стойкая ремиссия, не потому, что человек будет есть мясо, и уберет углеводы, и, соответственно, перейдет на кето-питание, а потому, что человек уберет из своей жизни фастфуд, печенье, чипсы, крекеры, и всякую прочую неестественную человеком созданную неприродную гадость, которая, конечно же, содержит огромное количество углеводов, а вместе с тем канцерогенов, об этом почему-то он не говорит, например, картошка, чипсы любимые, или кофе, про который он скажет, акриламид тот же самый, мощнейший канцероген, но он не один, их сотни разных, вы поймите. И поэтому вот это, убрав из рациона, уберутся огромные, вот эти важнейшие, мощные факторы, которые объективно человека убивали и приводили его, в том числе, к онкологии безусловно. Вот почему они, потому что это истинно сама по себе, вот эта кето-диета, которая, естественно, якобы для человека, которая использует в пищу мясо как несвойственный, так называемый, продукт для человека, потому что мы ни физиологически, ни морфологически, биохимически, анатомически абсолютно не подходим к этому, скажем так, рациону питания. Мы не хищники, никакие, по всем признакам, по всем свойствам, по всем объективным причинам. Идём дальше. Опухоли просто нечего есть. Ну, совершенно он прав, о чём я сказал, просто я это разъяснил сейчас кратко довольно-таки, но понятно, то есть здесь совершенно он абсолютно прав. Обязательно посмотрите мою лекцию «Общие принципы лечения онкологии». Василий, и главное, что волнует очень многих людей, помогает ли кето-диета снизить вес. Ну вот, скажу так, что благодаря кето-диете я сам восстановил своё здоровье. Мой вес был 90 килограммов, сейчас этот вес чуть больше 70. и в той форме, в которой я нахожусь, это только благодаря тому рациону, который я соблюдаю несколько лет. Дорогие друзья, вот вы почитаете его книгу, увидите, что он ел. То есть, дело не в том, что он ел углеводы, белки или жиры, а какие конкретно продукты он ел, которые, конечно же, содержали и то, и другое, и третье, особенно много углеводов, но каких? Ведь об этом-то и речь. Вы поймите, что это огромная разница. Вот то, о чём я всегда говорил, в том числе, когда я ответ девушке, такое у меня есть видео, про диету монастырского. Там суть-то не в том, что сахара убраны, а в том, что сахара убраны синтетически, хотя, безусловно, если сахарный диабет, да, и пусть даже второго типа, то убирать надо сахара все, и тогда лечение будет очень быстро и лёгко, и хотя от второго типа, перейдя на сыроедение, оставив углеводы быстрые и так далее, естественно, люди тоже избавляются очень легко. С первым типом сложнее, там много факторов, всё-таки это аутоиммунное заболевание, и потому надо учитывать и вот эти факторы в том числе, а если перейти на кето-рацион, то диабет первого типа пройдёт легко и непринуждённо, за исключением очень крошечного процента случаев, когда есть факторы, которые нужно просто учесть, и тогда справиться можно. Если, конечно, не полностью на 100% разрушены бета-клетки, вот эти островки Лангерганса, и тогда возможно восстановление. И в книжке я был вынужден описать свой опыт, это был запрос моих читателей, тех, кто смотрит мой блог, мои социальные сети, и потом уже пришло издательство, и просил написать книгу. В результате я просто получаю отзывы от каких-то благодарных людей, которых не знаю лично. Они прочли книгу, и потом мне пишут, что за полгода они сбросили 20 килограммов, 30 килограммов, то есть какие-то очень большие цифры. Ну и что? Ну, совершенно повезут. Я же говорю, тут ничего удивительного нет, а жир, действительно, вес человека в виде его жировой ткани уменьшается, перейдя на кетодиету, именно потому, что метаболизм начинает меняться от расщепления углеводов, уходит в сторону расщепления жиров. И тогда свои собственные жиры воспринимаются лишние, ненужные организму, которые он не мог до того, просто руки не доходили, разбирать, а туда утилизировал организм сам жир, как запас энергии, не растраченный организмом, так и другие иные продукты метаболизма, то теперь руки у него доходят, и он просто их использует, организм наш, в качестве пищи, этот жир. Ничего здесь удивительного нет, всё правильно, логично, совершенно определённо понятно. Но что я здесь хочу добавить? Наверное, мои зрители постоянно знают, я иногда зачитываю эти письма, и в моих многих лекциях этих писем тоже сотни, то есть не меньше, чем приходит Генералов, естественно, если не больше, о том, от каких проблем люди избавились, переходя на правильное, адекватное питание, сыроедение, но с учётом тех ошибок, от которых я людей предостерегаю, то есть они учитывают эти ошибки, их не делают, и какие тогда результаты у людей возникают. Мне многие доктора пишут, и те люди, у кого в семьях доктора, и что они, по сути, сами многого не знают, и как меняется их жизнь, когда они переходят на веганское питание, на веганское сыроедное питание, особенно с учётом того, что я говорю по вот этим излишним количествам действительно углеводов, и недаром я многие годы назад говорил, да, человек по природе своё плодоядное существо, но сейчас есть нюансы, очень много факторов, которые на нас действуют, которых не было сто лет назад, восемьдесят, семьдесят, понимаете, и потому мы должны это учитывать, вот это не учитывают многие сыроеды, потому имеют ошибки, в том числе, но я в своих лекциях поясняю, более того, я и десять лет назад, и сейчас ем больше не фруктов, гораздо, во много раз, а овощей не дадут соврать мои старые зрители, и об этом писали даже некоторым, я видел в чатах, то есть, когда они говорят, ну как же, вот про фрукты, они говорят, так Фролов давно говорил, что и он питается там 80% и даже 90% овощей, ну зелени и так далее, а только лишь 10 фруктов, и не более того, ну идём дальше. Я лично имел опыт, когда просто перейдя на рацион, не голодая, не себя по большому счёту ни в чём не ограничивая, просто находясь в этом рационе, я сбрасывал порядка 5 килограммов каждый месяц, и поэтому к весу, к этому я пришёл буквально в течение трёх месяцев, и в нём нахожусь уже несколько лет. Ну и после такого, скажем, оптимистичного начала, главный вопрос, который зададут нам наши зрители, а в чём именно заключается принцип питания при кето-диете? Упрощённый этот принцип есть на обложке книги. Кето-диета есть жир можно. И основа рациона, конечно, это жиры. И тут три вида жира, это растительные масла, это молочные жиры и животные жиры. Ну, одну секундочку, он не прав, потому что уже, ну просто по классификации, потому что молочные жиры, это тоже животные жиры. Имеется в виду, если он говорит про подкожные, там, внутренние, висцеральные, там, и так далее, жиры, животных, самих которых надо убивать, чтобы этот жир достать, то молоко, хотя животные убивать не надо, но это продукт животного происхождения, и потому этот жир, безусловно, животный. Как, кстати, и яичные желки, про которые он не скажет, которые вполне можно, даже веганам, но при определённых обстоятельствах, чтобы это было этичным продуктом, а это возможно, об этом я в своей отдельной лекции или там совмещу с чем-то, расскажу позже. Ну, так вот, просто для корректности я должен был это подчеркнуть. Если мы говорим о растительных маслах, то основа это оливковое масло и кокосовое масло. Если это молочные жиры, ну, правда, честно скажу, должно быть немного. Вот он молодец, и, кстати, в своей книге он про это в принципе говорит, хотя и рекомендует, знаете почему? А он просто понимает, что люди на него набросятся, те, кто привыкли обычную еду, он же как вот людей завлекает, говорит, что, мол, ну, не надо особо и менять, да и вкусы, и привычки, продукты будут и те же, и вкусные, только вот это нельзя, это можно. Ну, я считаю, что нужно всегда до конца предельно честным быть, не боясь потерять часть зрительской аудитории. А про молоко, посмотрите мои видео все по молоку, и вы все это дело поймете. Да, жиры молочные, это совершенно другое дело, но, правда, есть вопрос в том, что они уже окислены, потому что молоко естественным путем, каким образом в организм попадает, к любому маленькому животному, которого мать кормит своим молоком, человеческому ребенку или там зайчонку, сосет, высасывает. И с кислородом связи нет. И жиры, помните, окисляются очень быстро. При окислении жиров на кислороде, на воздухе, то есть, да, образуется гидропероксидлипида, тяжелый канцероген и мутаген. И потому молоко и производные от молока молочные продукты вредны в любом случае, по многим причинам, но мы говорим сейчас именно по причине того, что жиры там неестественные, которых нет в природе, они окисленные. Другой вопрос, да, жиры, которые человек отрезал ногу или вспорол брюхо бедному животному, взял этот жир и съел, да, он тогда не так окисленный в этом смысле, и это не так вредно. В плане биологического вреда для здоровья, но с точки зрения морали, этики и вообще здравого смысла, это, конечно, страшная глупость и бред. Но если они есть, то это жирная сметана, жирные сливки, сливочное масло, топлёное масло, масло кхи, сыры, это жирные молочные продукты, где достаточное количество жира. Сыры – это самые вредные на свете продукты, во много раз опаснее, вреднее мясо, то есть на первом месте по вредности стоит сыр, на втором – творог, на третьем – молоко, на четвёртом – мясо, потом идёт рыба, и потом уже яичные белки. Я подчёркиваю, не желтки, желтки с точки зрения биохимии даже полезны для человека. А что касается творога, почему? Да, там жир, естественно, есть, но там больше белка. Ну, смотря в каких видах сыров, твёрдых, так там один сплошной практически белок – казеин, который является очень хорошим строительным материалом, из которого делали столярный клей в своё время, в прошлые века, который использовали в строительстве, я имею в виду, когда творог смешивали с молоком, алебастором, гашённой известью, и делали побелку для стен, там дверей дворянских, там балки специальным составом, покрывали вот таким, плюс ещё там некоторые были природные добавки, когда балки деревянные даже не горели. Достаточно это изучить, книги строительные 19-го, начала 20-го века, и будет это вполне понятным. А впихивать в себя клей, то есть два страшнейших продукта, это вот варёные крахмалы, нерезистентные, различные, то есть рис, там картошка, ну и спаслёных, это всё, да, и макароны и прочие, трижды проваренный, прожаренный клей, ну это я о макаронах разных там говорю, рожках и прочих, то вот есть это, это значит уничтожать, забивать, фактически разрушать свою печень, то есть замещая клетки нормальные на фиброзные ткани, рубцы, и соответственно фильтрационная способность и биохимическая печень уменьшается, отсюда варикозное расширение вены, отсюда в дальнейшем геморрой и так далее, это проблема, дорогие друзья, печени, а не самих кровеносных сосудов, но идём дальше. Ну и животные жиры, животные жиры это подкожный жир, утиный, гусиный, индюшачий, это межрёберный бараний жир, это курдюк, это конское сало, свиное сало. И я скажу так, что он прав в том смысле, что это не вредно для здоровья, то есть вот это сало, жир без мяса, если то это не вредно, но это только с точки зрения, что называется, биохимии. Да, это правда, но здесь остаются другие моменты, вопросы. Важно что? Важно, чтобы вот этот жир употреблялся без углеводов. Если вы едите и углеводы, и жиры, то вся польза жира, она полностью аннулируется. Вот если вы едите жир и не употребляете углеводов, то вы начинаете одновременно плавить собственные жиры. Собственно, и при голодании, например, может образовываться ацетон, то есть человек уходит в китоз. Что он делает? Он расплавляет собственный жир. Да, с определенного дня голодания действительно у всех по-разному, но примерно с седьмого плюс-минус запускается этот же самый процесс расщепления жиров, то есть фактически мы, любой человек, будь то на любом питании, на голодании, особенно длительном, тоже запускает вот этот самый процесс расщепления собственной жировой ткани. Кетогенная диета это диета имитирующая голодание. Под слово имитирующая здесь ключевое. Мы не голодаем. Это норма калорийной диеты. То есть мы худеем, оставаясь в том же самом рационе по колоражу. Только в случае того, что если не нарушается принцип, что с этим типом питания вы не превышаете допустимый лимит по углеводам и то углеводам долгим, то есть, соответственно, различным овощам, там в том числе тушеным, любым и так далее, брокколи и так далее, любым видом капусты и прочее, что он говорит совершенно справедливо. Просто меняя набор продуктов. И когда мы едим жир без углеводов, мы начинаем плавить собственный жир. Спортсмены это используют для кето-сушки, ну, бодибилдера или те, кому нужен рельеф. Мы в своей жизни очень быстро сбрасываем вес. По крайней мере, так происходит у большинства, это процентов 80 людей. Есть те, кто, перейдя в кетос, не худеют. Это уже медицинский вопрос, когда нужно исследовать гормоны, нужно смотреть микробиоты кишечника, надо смотреть обменные процессы и их корректировать. Но в любом случае основой будет кетогенный рацион. Сразу знаю вопрос, который зададут многие наши зрители. А тяжело ли соблюдать диету без углеводов? Без сладкого, без, там, не знаю, макарошек, без вкусного? Я бы не сказал, что это вкусное, то, что вы причислили. И, конечно, весь этот, я называю это пищевой пенопласт. Вот молочина, я прям вот хочу руку пожать. Вот совершенно верно, вот весь этот макарошки. Вот помните, была песня в свое время «Люблю я макароны». И там были такие слова, что потом мне будет плохо, но это лишь потом. Вот люди такие действительно идиоты в основной своей массе, что даже понимают, даже понимают. Ладно, человек не понимает, ни разу в жизни не задумывается. Но если он понимает, что эта пища пагубна, убийственна, неестественно ест это, то он просто, кто он? Мазохист? Это психиатрическое уже заболевание. Дело в том, что все эти макароны, ну, просто сварите без ничего, без соли, без специи, без кетчупа, без всякой этой гадости. Попробуйте эти макароны съесть просто так. Или там, скажем, что-то еще, типа, риса просто так. Это будет невкусно в той или иной степени. Ну, могут тут на такие протестники найтись, которые скажут, что и так вкусно. Ну, ладно, не будем в бутылку лезть. Невкусно это все. Люди всегда используют усилители вкуса и какие-то другие. Как, вот знаете, реклама была кетчупа, что с этим кетчупом что угодно будет едой. Ну, типа, хоть картон, хоть что. Ну, правильно, правильно. Вот, ну, а если мы говорим о естественной пище, которая может быть даже теоретически там полезна или не вредна, по крайней мере, то совершенно он прав, молодец, что он это, по крайней мере, вот четко, прямо говорит, а вкусы формируются совсем другие. Вообще, дорогие друзья, вкусы чем формируются? Вот здесь аэроведы права. Только острым, кислым, горьким, сладким, соленым, там, пряным вкусами, плюс жир, потому что действительно жир насыщает и есть не хочется так долго. Плюс, когда хочется много есть, человек себя как, вот, булемей и так далее, хочет закидывать лопатами в себя пищу разную, то, как правило, у него паразиты определенные, как правило, ленточные черви, потому что они именно потребляют непосредственно пищу из кишечника. Это могут быть другие проблемы. Например, человек не может сбросить вес, даже если он голодает. Правда, это к другой теме относится, но чтобы не забыть, просто скажу, это как правило, дефицит хрома элемента такого. Ну, как, например, когда кожа свисает, человек худеет, а у него кожа свисает, не подтягивается. Это дефицит серы. Просто все эти моменты надо знать, и сложности никаких не возникнет. И тут действительно, короткосрочной в перспективе можно добиться результата, и как он говорит, и как говорю я. Просто дело в том, что он-то ведь дальше про мясо речь зайдет. Вот тут вот как раз мы сейчас схолестнемся. Он должен быть исключен. Почему? Потому что это пустые калории, которые не содержат никаких питательных веществ. Если мы берем вопрос кето, ведь мы используем помимо яйца, рыба, мясо, еще и субпродукты. Субпродукты – это печень, мозги, легкие сердечки, желудки, почки, тестикулы. Это бульоны, бульон мозговой кости, бульон суставной, хрящевой, студни, холодцы. То есть разнообразие продуктов очень большое. И важно, что здесь мы не ограничены в способе приготовления пищи. Более того, самые вкусные блюда – это жирные блюда. И я слету назову, например, обычные блюда, которые являются кетогенными, просто вы об этом даже не подозревали. Например, шашлык с сальными шкварками или печень любая гусиная. Я поражаюсь, что говорит врач, вроде доктора медицинских наук, насчёт шкварок. Неужели непонятно, ну что, стоит исследовать, что за свой счёт это может сделать ещё раз, хотя таких исследований полно, в том числе американских и так далее. Неужели непонятно, что шкварка есть продукт такого окисления, причём там в составе, это не только жир, это с кожей, там и белки есть, образуются гетероциклические амины, нитрозоамиды. Это гарантийно вызовет рак, просто через определённое количество времени. Поэтому, кстати, он в своей книге, в том числе, в этом смысле верно говорит, что лучше, конечно, диета корневор, то есть такого, так называемых хищников, хотя это основано на ошибочном, ложном, идиотичном представлении о том, что наши предки якобы были хищниками. Это, естественно, абсолютный бред, но если мы говорим об этом как будто это правда, то тогда в этом есть смысл. И знаете, в чём самое главное? По крайней мере, клетка там не убита, то есть сырое мясо, печень и так далее, хотя это безумно для человека, для его естества, безумно противно, идиотично, но тем не менее, да? В этом есть смысл, потому что клетка не убита, и дентурации белков, особенно полной, необратимой дентурации белков не происходит, как при жарке, варке, а тем более при длительной, тем более шкварке, и при жарке мяса, того же шашлыка, недостаточно корочку срезать, даже обжаренную, обугленную. В глубину продукта проникают тяжелейшие канцерогены, мутагены, которые безусловно и гарантированно приводят к раку через определенное количество времени. И потому, те, кто перешел на так называемый корневор-диету хищника, в кавычках все это возьмем, они гораздо позже умрут от рака. То есть, может быть, они и 20 лет проживут на этом питании, хотя я сомневаюсь, но может быть. Те же, кто перешел на жареную, вареную вот эту диету, так называемую, да, не палеокорневор, а вот именно на вот эту, где жарят, где он советует жарить, разрешают все. Вот они умрут, ну, лет через там от пяти, а сначала у них все будет хорошо, наладится, потому что они уберут другие очень вредные продукты, которые в своей жизни ели. То есть, ели-то они и то, и другое. Одну часть вредную уберут, им легче станет, потому что на чашу весов здоровья и болезни человеку иногда порой всего лишь малости самой не хватает, чтобы иммунитет и запас вот этот жизненных сил, которые есть в каждом человеке, превалировать стал, и все-таки человека в здоровье склонил. Так вот, чуть-чуть. И когда люди половину вреда, даже половину, а там и больше зачастую, да, потому что действительно он прав, процентов там чуть не 90 в пищу, и сейчас люди используют вот эти углеводы, причем какие? Именно синтетические с различными добавками и прочей гадости, вот они это исключают, и тогда у них идет улучшение. Но лет через 5-6 при таком питании, ну, максимум 7-8, у них, конечно же, онкология будет гарантирована. Там или говяжья, обжаренная печень к нему еще добавить. Вот что он говорит. Ну, ладно, он потом поправится, вроде бы, потому что в книге он поправляется точно о том, что... Что такое печень? Печень – это фильтры организма, фильтры крови, фильтры организма, и если животные выращиваются в любых не идеально экологически чистых условиях, то печень является, во-первых, это фактически раковый опухоль, который вы едите, это концентрат тяжелых металлов, различных отравляющих веществ, которые животное с пищей своей съело, включая гормоны и антибиотики и так далее. Это имейте в виду, да, потому что в комбикорма, которые добавляют и крупному рогатому скоту и птице, тем более на птицефабриках, уже входит автоматически вместе с комбикормами и гормоны, и антибиотики, и не только это, плюс ГМО-компоненты, например, с той же соей или кукурузы, которая обязательно входит в состав всех комбикормов, плюс к тому, помните, при жарке образуется вот это то, что называется корочка специфический вкус, это тяжелейшие канцерогены, которые гарантированно приведут вас к раку, плюс к тому, что само по себе мясо и вообще любой животный белок, высокомолекулярный белок является антигеном для нашего организма, то есть, во-первых, аллергеном, во-вторых, антиген это как раз то, что является для иммунной системы провоцирующим фактором, и как раз аутоиммунные заболевания возникают в основном как раз из-за потребления высокомолекулярных белков, в том числе у животных белков и лектинов белков, это растительных, и только из-за них, и вот тогда наша иммунная система, клетки нашей иммунной системы, там лейкоциты, макрофаги, и так далее, начинают атаковать, бороться, и атакуют они в том числе вот эти самые высокомолекулярные белки, ведь реакция-то идет не на название, а на структуру, и эти чужеродные белки сложные, они образовались в чужом организме для чужих совершенно целей и задач, для выполнения их задач, двигательных, например, то есть мышц, да, и когда человек это потребляет, не все это переваривается в желудке, и в 12-перстной кишке, всасывается частично, маленький процент, тем не менее, в виде высокомолекулярных белков, и вот тогда и возникает эта реакция антигена-антитела, со всеми вытекающими последствиями, а именно образованием кодаверина, патрицина, других трупных ядов и гнойных токсинов, которые, безусловно, в полном объеме не выводятся из нашего организма, накапливаются, и возникают вот эти реакции, в том числе аутоиммунные, когда наши же родные клетки иммунной системы, как короткое замыкание происходит, они начинают уничтожать похожие по аминокислотному составу наши родные клетки нашего же организма, например, как при диабете первого типа, который в основном от молока и молочных продуктов, потому что именно реакция идет на высокомолекулярный белок казеин, который очень похож по аминокислотному составу на островке лангерганца, вот эти участки поджелудочной железы, которые продуцируют гормон инсулин. И когда организм переключается, иногда выключиться не может, заклинивает, и он начинает атаковать свои же родные клетки организма. Этот принцип лежит в основе любого аутоиммунного заболевания, а виной тому только высокомолекулярные белки, в первую очередь животного происхождения. сало и вы будете в кетогенном рационе. Это все очень вкусно. И наоборот, мы здесь чистим рецепторы, мы... Рецепторы чистятся только потому, что вы, во-первых, убираете из своего рациона синтетические продукты в большей части, потому что их, конечно же, больше человек современный потребляет из продуктов, которые содержат действительно в основном углеводы. Во всех субпродуктах содержатся правильные витамины, правильные биологически активные вещества. То есть, помимо того, что мы употребляем калории, мы доставляем в организм, в наш, все, что нам необходимо. Потому что, где содержатся жирорастворимые витамины? В печени, либо в мозгах, то есть, в субпродуктах. А как животное эти витамины, жирорастворимые, себе добывает и аккумулирует в мозговой ткани и в печени? Каким образом? Наверное, есть той пищи, которую она ест раз. И во-вторых, благодаря кишечной микрофлоре всех этих животных, которая, то есть, микрофлора, обеспечивает в результате расщепления в первую очередь живой растительной клетчатки, которая для большинства симбиотических организмов, микроорганизмов является естественной родной пищей. И в результате потребления и в результате метаболизма эти бактерии синтезируют и нам, кстати, тоже, если кишечник здоров, и любым другим животным, млекопитающим как раз те самые необходимые, в том числе жирорастворимые витамины и прочее, и прочее, все, что им необходимо для их жизни. Мы почему-то сбрасываем со счетов работу кишечной микрофлоры, а какая для нее, для родной симбиотической непатогенной микрофлоры является пища, для нас, для человека? А это живая растительная клетчатка, безусловно, пищевые волокна. И без этого, наоборот, вот эти размышления о том, что растение содержит витамины, нет, конечно. То есть, в смысле, они что, не содержат витамины? Ну, это, конечно, новое. Если он утверждает, конечно, что витамины не содержатся в растениях, то это бред полнейший. Безусловно, растения являются вообще в экосистеме, то есть, в биосфере планеты Земля, они являются продуцентами с точки зрения экологии, то есть, они образуют первичное органическое вещество. Именно в пищевых цепях и сетях на первом месте стоят растения как продуценты только благодаря растениям, только за счет них и жива вся экосистема, включая всех консументов, то есть, потребителей первичного органического вещества разного порядка. Консументы есть первого, второго, третьего, они все, конечно же, второго и третьего порядка, и далее хищники, которые поедают плоть, и они являются плотоядными животными, потому у них возникают приспособления для этого, мощные клыки, челюсть нижняя, которая, скажем, не вращается, как у нас с вами, влево и вправо, потому что это связано с тем, что просто животное свои бы связки разорвало бы при разрывании кусков добычи мяса и сухожилий у своих жертв. Ну так вот, и многие другие сотни приспособлений, как морфологических, анатомических, так и биохимических нюансов, связаны даже с первым отделом желудочно-кишечного тракта, с ротовой полостью, а именно со слюной. Какая у нас слюна? Там вырабатывается вот этот птиолин, фермент. Это что такое? Это слюная амилаза. Что расщепляет она? Углеводы. Ну и так далее, и так далее. Я подробно об этом рассказывал в своей лекции «Пищеварительная система». Прошелся от ротовой полости до прямой кишки, объясняя все структуры, как что работает, все значения, все нюансы. Кстати, еще посмотрите мою лекцию про кетодиету. Она у меня тоже есть. Кетодиета, веганское кетопитание. Посмотрите и думайте. И обязательно посмотрите мою лекцию про кишечник, а именно синдром раздраженного кишечника, где и начинает становиться людям, кто до этого не понимал, понятно, что приводит к тому, что, несмотря на то, что вроде бы люди все правильно делают, а у них не получаются результата, потому что у них есть проблема, и они свою кишечную микрофлору, которая им бы помогла и поддерживала, которая давала бы им все необходимые, недобираемые из пищи непосредственно питательные вещества, но этого не происходит. И по каким причинам? В том числе по тем, о которых не задумываются многие веганы и даже сыроеды, к сожалению. Вот посмотрите, и вы поймете эти причины. Все, что нам необходимо, это есть животные продукты, поэтому это животная диета. Животные продукты нам есть неестественно, это просто страшнейшее извращение, это пагуба. Этот тип питания приведет человека и по биохимическим причинам, и по причинам морально-этическим и кармическим естественно к болезням ранней смерти, страшной нагрузки на его судьбу в дальнейших, что называется, его жизни. Хотя, конечно, результат не заставит себя ждать и обязательно будет и в этой жизни, потому что человек творит страшное зло, если он ест, убивает животное не по причине того, что он умирает от голода и больше есть ему нечего, а это естественно и закономерно, и естественно никто не осудит, и кармической нагрузки тогда не будет, да, отрицательной. То, конечно же, если человек ест это только от того, что он хочет жрать вкусное привычное, ему он радуется еще этому, радуется, что он считает, что без этого он не проживет и так далее, и так далее, то тогда ничего хорошего и доброго ему в перспективе долгой, по крайней мере, долгосрочной, да, ждать, конечно же, не приходится, и это справедливо, и это естественно, и так оно и должно быть. Питаться очень вкусно, и если вы посмотрите, опять же, что в обычной жизни разнообразия в питании нет. С утра каша и четыре гарнира, но это картошка, макароны, гречка, рис, по сути, на этом весь выбор заканчивается, и к нему добавки, они тоже очень простые, и опять же, псевдоразнообразие, посмотрите, пельмени, чебуреки, манты, это вроде бы разные блюда, но по сути, это тесто и мясо. Ну, совершенно правильно он говорит, он подробно в книге своей рассказал, он прав абсолютно, почему прав? Потому что это логично, потому что это абсолютно справедливо, вот и всё. Ну, то есть, сказать, что мы питаемся разнообразно, так скажем, в общем столе, конечно, нет. Более правильно даже питали в советское время, когда семья готовила какой-то борщ, ну, то есть, это капуста и мясо, и ели его целую неделю, до тех пор, пока они съели всю кастрюлю. Это, конечно, и правильно и нет. Правильно, потому что он прав с точки зрения, что это было более здоровой пищей, что она менее разнообразная была. И организм, когда ест пищу стабильную, одинаковую, не разнообразную, но, что называется, по расписанию и так далее, то есть, постоянно одно и то же, относительное приспособление к такой пище, даже не совсем естественной, обязательно у человека идёт. Микрофлора, это различные виды бактерий, они всё-таки в определённых количествах выживают и приспосабливаются к этой пище и максимально расщепляют эту пищу именно определённые виды, которые способны это делать конкретно с этой пищей. И потому, стабильно живущих людей по стабильному питанию, однообразному, больше шансов прожить здоровее и дольше. Но он не прав в том смысле, что эта пища неестественная. И, конечно же, неделю стоять в холодильнике, это, безусловно, пищевая ценность, даже та остаточная, которая остаётся после жарки и варки, она уменьшается во много раз почти до нуля. И только потому относительно усваивается и даёт какую-то пользу, какую-то, что кишечная микрофлора в этом смысле на стабильной пище работает лучше и даёт после себя на выходе соответственно те питательные вещества, которые мы можем усвоить и через кровоток поставляем в каждую клетку своего организма. Вот что такое логика, вот что такое здравый смысл. Пожалуйста, дорогие друзья, прошу вас мыслить так же, то есть логически, не желаниями своими. Вот я сейчас слушаю совершенно это без эмоций, без желаний, беспристрастно, потому что я хочу донести до вас именно с холодным умом, что называется, только факты и логические сверки, вот такие выверенные путём сложения знаний и аналитических, как говорится, вот этих причинно-следственных связей, цепочек построения логических выкладок. То есть вот тогда вместе всё это получается гармонично, правильно и совершенно доказательно. Идём дальше. И нельзя сказать, что это было неправильно. Это было правильно, поскольку такое псевдоразнообразие наоборот грузит наш иммунитет, перегружает кишечник и делает работу организма дискомфортно. Совершенно справедливо, потому что вы понимаете, что кишечник наш это дом для бактерий определенных, в том числе и главный для наших симбиотических. То есть суть в том, что вот это разнообразие, которое в течение дня, недель, постоянно меняется, одно, другое, третье. Глупые люди думают, что это лучше, если пища разнообразная. Но это совершенно не так. Наоборот, это хуже. Но только в том смысле, если та разнообразная пища, ведь не значит, что она несёт разнообразные питательные вещества. Порой это пустышка, дутая пища. Ну так как вот эти кукурузные хлопья и как они называются, попкорн, идиотские, спопсиколы и прочее. Наоборот, это будет вымывать из организма при такой комбинации многие питательные вещества. Поэтому разнообразие плохо ещё и потому, совершенно он прав, что бактерии приспосабливаются нашей симбиотически к определённой пище стабильной. И тогда стабильно они вырабатывают, синтезируют и поставляют нам через кровь, как я уже говорил, через, понятно, кишечник, и поставляют тогда нам в организм уже, соответственно, те вещества питательные, которые мы не получаем с пищей, не можем получать или мало получаем, потому что они могут синтезировать всё, начиная от разных жирных кислот до витамина B12 и так далее, и так далее. Вот, что важно. Поэтому, дорогие друзья, первое и главное, налаживайте работу кишечной микрофлоры. И вот это моё видео «Синдром Дорявого кишечника» непременно посмотрите. Так же, как и вот это видео «Дисбактериоз», чтобы вы понимали в совокупности всё. Причём, советую, ну, хотите знать всё это, хотите сэкономить своё время, не надо ничего запоминать, это не получится у вас сделать. Тем более, если даже что-то вы запомните, вы не сможете потом, вот скажем, аналитически, ну, почти никто не сможет, всё в едино связать. Поэтому выписывайте, вы делаете конспект себе, и тогда из вот 10, хотя бы 15 вот этих моих видео, вы сможете сделать уникальный конспект, по которому вам будет, во-первых, всё понятно, и по которому вы сможете наладить, если лениться не будете, все вот эти жизненно важные процессы. Так, ну что ж, идём дальше. Мне странно, что диетологи, эндокринологи в классическом варианте, не понимают. Я вижу, как у нас сахара на фоне рациона снижаются с 10, когда приходят пациенты вымерием сахар, до 5, буквально в течение 3-4 дней. Ну, я совершенно с ним согласен в первой его части сейчасшнего отрывка, что действительно диетологи это вообще не понимают, и мне странно. Он мягко говорит, а я скажу жёстче, это профнепригодность. Называется, когда человек не понимает основы биологии, биохимии и причинно-следственной связи. Когда действительно диетологи, зачем они нужны, если они не могут избавить людей от лишнего веса. Он может? Да, может. Я могу в своих лекциях вот говорю, и люди получают? Конечно, да. Только, я говорю, результат будет в конечном счёте разный. Ну, а в начале и тот, и тот путь совершенно объективно приведут, да, к снижению массы тела. Причём, в этом смысле человек есть сможет многое на самом деле и не испытывать уж такой большой голод. И в том, и в другом случае. Ну, может быть, на начальных этапах и там, и там. Да, это может быть, но не потом. А вот то, что он сказал дальше, извините, значит, вот то, что он считает единственно правильным, то есть свою мясную и вот эту вот лайфстайл, как он её там называет, кето-диету, так я тоже скажу, что вот письмо, ну-ка, мой помощник, попрошу его сейчас поставьте отрывочек, прям мой, который я зачитываю из письма, который мне прислал человек один, да, по-моему, в пятой части ответов на вопросы про как раз вот этот вот сахар. Ну-ка. Пишет Анатолий Плетнёв. Ваши лекции несут ощутимую пользу для меня. Следуя вашим рекомендациям, сахар мой снизился до 6,7. Был в санатории, их лечебное питание меня вернуло к 14 и 15 сотам. Ну, нормально, да? Ну, это жизнь, что вы хотите. Я очень рад, что вам помогли мои лекции и, естественно, разумным, нормальным людям, кто будет воспринимать, принимать хотя бы часть их, я уж не говорю про совокупности, изменение питания, образа жизни, мышления, то, безусловно, это поможет ещё и не так, это только начало. Очень рад за вас. Ну и идём дальше. Почему? Потому что он просто исключил углеводы. Они нам не нужны. Ну, получается, во многом кето-диета это мясо и жиры. И здесь наверняка задают вопрос многие наши зрители, а качество мяса, ведь сейчас порой хорошее мясо не найти в магазинах. Это уже следующий уровень. Качество продуктов это уже следующий уровень. Первое, это сначала нужно определиться со списком продуктов и обсуждать качество мяса, когда человек продолжает есть булки, ну, это преждевременно. Вот когда вы уже элиминировали рацион, когда вы уже исключили весь пищевой пенопласт. Ну, вот тут он совершенно прав. То есть, действительно влияет ещё комбинация продуктов и тот пищевой пенопласт, изумительный, кстати, на заметку надо взять, совершенно вот эти булки и прочее, совершенно он прав. Это, конечно же, надо исключить, но это не значит, что надо оставить вот то самое любимое мясо, потому что, как видовая пища, это не наша видовая пища, мы совершенно ни по каким критериям не способны и не являемся быть таковыми, то есть, хищниками, и поэтому мясо и другие субпродукты, как он говорит, это совершенно не видовое питание человека. А любое не видовое питание того или иного вида животного приведёт его, в конечном счёте, к болезненной, более ранней смерти. Тогда в следующем уровне можно обсуждать качество мяса. И, конечно, если это мясо фермерское, то есть, без антибиотиков, без гормонов, то его полезные свойства будут выше. Прав ли он в этом? Конечно же, он прав. Где прав, то прав. Логика есть логика. То есть, действительно, если в пище той или иной, пусть это будет, например, горох, растительная пища, или мясо, то есть, мышечная ткань трупа убитого животного, в каком случае тот или другой продукт будет более вредным или менее вредным, более полезным или менее полезным, конечно же, в том случае будет менее полезным и более вредным, Продукт содержит в себе вредные химические вещества, пестициды, гербициды, тяжёлые металлы, канцерогены и прочее. И это объективно, это разумно, конечно же, да. Но это не означает то, что мясо полезно и естественно, а растительные продукты вредны и опасны. Ну, например, я уезжаю в командировки, не всегда могу проверить родословную того шашлыка, который мне приносят в ресторане. Но, по крайней мере, я не ем углеводы, это уже позволяет мне решить, так скажем, 80% проблем. Если взять и оценить растения, что растения даже собственного огорода, выращенные, скажем так, на собственных удобрениях природных, всё равно будет гораздо вреднее, чем любое мясо. Это, конечно же, бред полный. Почему? Ну-ка, он сможет обосновать, почему он так заявил? Почему? Потому что растения в промышленном варианте, они генномодифицированные. Стоп, стоп. Даже в промышленном. Вот я категорический противник промышленного производства, но я честный и порядочный человек, потому не могу, когда несправедливо что-то говорят, скажем, защищать это, даже если мне это нравится защищать. Значит, промышленное производство не всегда генномодифицированное и нахимиченное. Это, как правило, нахимиченное, но совершенно не всегда генномодифицированное. Зачем говорить неправду? То есть, повышенным аллергическим компонентом. Кроме этого, они содержат в себе пестициды, гербициды, глифосат. А это всё митохондриальные яды, которыми аграрии защищают свой плод от насекомых и от птиц. Прав он в этом? Безусловно, прав. Большинство аграрных компаний, холдингов и даже фермеров действительно это творят. И тогда эта пища вредная при равных прочих. Да, но если бы, конечно, он прав, вредная. Но если эти продукты не будут содержать эти митохондриальные, как он правильно совершенно справедливо заявил, яды, то в этом случае будут ли они вредны при отсутствии этих ядов? И да, и нет. Как правило, нет. Но действительно есть одно но. Это лектины. И он про это тоже говорит, но только не договаривает всего. Чего? Сейчас послушаем. Эти все митохондриальные яды поедаем мы вместе с этими как бы румяными овощами, которые лежат у нас на прилавках. Но не надо потреблять эти. Кто-то скажет, а что же тогда есть? Ну сами выращивать. А что вы? Хотите жить в городах? Хотите жить при капиталистическом строе? И хотите, чтобы вас не травили, не убивали и всё было полезно и для вашего блага? Да вы фантаст. Такого в капиталистическом обществе быть не может. Всё идёт, борьба идёт за прибыль, за максимальную наценку, за минимальную себестоимость продукции и за минимальные издержки. И потому, естественно, один суперкомбайн будет для миллиона человек, грубо говоря, выращивать абсолютно на химическую ГМО пищу. Это в мировых масштабах. Так будет, к этому всё и идёт. И потому такая пища вредна, и он прав. А давайте, дорогой товарищ, вот я хочу сказать ему, а что будет, если и этой генномодифицированной кукурузой, пшеном и так далее, кормить тех же коров, которых вы потом будете есть, особенно за обе щёки стрескивая печень бедной коровы? Вы думаете, будет вам хорошо и прекрасно? Нет. С точки зрения экологии это абсолютно правильно, да? Яды, кстати, многие тяжёлые металлы в том числе, они накапливаются от звена в пищевой цепи к звену по следующему, от первичного звена к следующему. То есть от, скажем, продуцентов к консументам первого порядка, консументы второго порядка ещё больше накапливают в себе, поедая части тела, требуху и органы животных, соответственно, травоядных. И так далее. И больше урон получают именно на конечном звене. И поэтому, если человек будет есть вот это самое мясо нахимичное, которое тоже откормлено на той же химии, ну, травку, которую химическую они потребляли, и зерновые, то, соответственно, человек получит больше вреда, чем от первого звена. Вот это надо учитывать, к сожалению. Очень жаль, что он это не понимает. Но я, конечно, понимаю, что он не изучал науку и экологию как фундаментальную биологическую науку, которая изучает взаимоотношения организмов между собой с окружающей средой. А также надо организменные системы, такие как популяции, там цена популяции, биогеоциноза и так далее. Но он это не знает, не понимает. Я надеюсь, знает, что он не специально это говорит, а просто действительно не понимает. Так вот, он в этом абсолютно, конечно же, не прав. То есть, он и прав, и нет. Но он всё под одну сурдинку, что называется, гребёт, и людей вводят в заблуждение. Это несправедливо. Но даже если это с вашего огорода, то в растении есть лектины. Стоп. Тогда давайте так. Надо было сказать, дорогие друзья, ну если это с вашего огорода, и вы натуральными, как он до этого сказал, удобрениями, природными, то тогда, да, химических веществ там не будет. Это уже прекрасно и хорошо. Но есть лектины. А теперь давайте послушаем, что он говорит про лектины. Лектины – это те вещества, которым само растение защищается от поедания зверьми или там птицами или насекомыми. Так вот, мы поедаем эти лектины, а это тоже митохондриальный яд. Стоп. Итак, дорогие друзья, давайте я внесу ясность. Во-первых, лектин и белки, про которые он совершенно справедливо говорит, являются тоже веществами, которые вызывают воспаление, провоцируют аутоиммунные заболевания отчасти, и потому он в этом смысле прав, но не прав, что именно растения их провоцируют, а лишь часть растений. В большей степени аутоиммунные заболевания, говоря о них, провоцируют именно высокомолекулярные животные белки, а растительные тоже, но тут надо сказать вот что, то есть сказать следующее. Как я говорил и уже язык сломал в последних своих примерно 15 видео по здоровью, я говорил, что лектины, содержащие продукты, а есть определенные группы, где их концентрация высока, и именно те продукты, которые действительно опасны, а тем более для современного мира, современного общества, современного человека, на которого действуют очень многие те факторы, которые не действовали на их бабушек, прадедушек и так далее, и тогда это еще прокатило бы, а сейчас не прокатят, что называется, и только в этом разница. Кто-то скажет, что же раньше это тоже ели, но ничего, а сейчас едят и проблема, мол, значит вы не правы, нет, значит я прав, то есть значит именно вы, кто так говорит, человек, не умеющий мыслить логически, то есть логика вам не знакома, вы не можете одну примитивную вещь понять, что тогда факторов воздействия было других вредных, таких как электромагнитные источники облучения, такие как нахимизация сельского хозяйства, бедность по минеральному составу почв, и сотни других факторов их просто не было, они не работали, и потому даже при большей лектиновой нагрузке наши предки могли жить спокойно и их выделительные системы работали лучше, их обменные процессы лучше работали, у них был крепче иммунитет и так далее, и так далее, тут фактор воды определенный есть и другие факторы. В своих лекциях я все это разбираю досконально, ничего не упускаю, а сейчас вам поясню. Итак, самая большая концентрация лектинов это посленовые, и на Русь они пришли, и в другие многие страны с Латинской Америки, не так давно в историческом плане. И тут совершенно прав доктор-трансплантолог профессор Гандри, который совершенно очень правильно в своей книге «Парадокс растений» пояснил, кстати, в том числе и это, что исторически эти продукты, которые содержат максимальное количество лектинов, причем именно тех, а лектинов сотни видов существуют, все почему-то про глютен сразу говорят, говоря о зерне, но это один из сотен лектинов, и все они вредны, особенно когда в больших количествах. Так вот, самые большие, самые вредные, которым у нас, у людей европейских, приспособлений, что называется, адаптаций нет по сути. Это что такое? Это посленовый, то есть это картошка, которая на Русь зашла совершенно недавно, а старобрятся еще сто лет назад детей своих били за то, что они пытались ее сажать, и правильно делали. Так вот, это, который говорит, наш хлеб второй, да вы что же клевещите на своих предков, как вам не стыдно, ну покайтесь за такое ахаивание. Всегда на Руси хлебом репа была первым, а не картошка. Репу уничтожили картошкой, а она безвредна, она полезна безумно. И не только она, а топинамбур, а различные редьки, их 5-6 сортов видов основных, да, из которых пошла селекция. А вместо хлеба из пшеницы был амарантовый, и это совершенно уже другое, там нет лектинов. Так вот, что я вам хочу сказать. В посленовый надо исключить полностью, и он тут в этом смысле прав, ну методом угады, что называется. То есть, это картошка, это физалис, это различные помидоры, томаты, да, то есть, соответственно, это перцы, баклажаны, категорически, друзья, это не ешьте. На втором месте стоит такая группа продуктов, как бобовые. Здесь он тоже огульно все это говорит, и он не прав. Из бобовых категорически надо убрать все, кроме чечевицы. Ну, в крайнем случае, нут, маш, горох, но там больше лектинов, чем чечевицы. А чечевицу, скажем, вареную, если вы не сыроеды. Если сыроеды просто проращиваете до 6-7 дня прорастания, лектины там хоть и остаются, но очень мало. А при варке, особенно в скороварках, где температура плюс давление, лектины полностью разрушаются. Если мы говорим о марше, нуте, горохе, частично остаются. Фасоли много остаются, а в сои очень много. И потому не ешьте ее. Если вы не живете где-то в горах, там, Памир и Тяньшане, где-то вы в суперэкологических условиях пьете родниковую, уникальную воду с правильными свойствами физико-химическими и так далее, тогда, да, вам это не страшно. В других противных случаях страшно, тем более, если вы в городах живете. Так вот дальше. Третья группа – это злаки и псевдозлаки. Исключите их полностью. Исключение есть. Где нет лектинов – это пшено. Поэтому пшеную кашу, в крайнем случае, пожалуйста, ешьте. А второе исключение – это сорга, то есть проса. Ну вот, собственно, и все. И потому он прав, и он не прав. Я пояснил эти нюансы. Идем дальше. Поэтому все растения – это, по большому счету, проблема. Нет, не все растения. Я сказал эти группы. А спросите люди, а что ж тогда есть? А я скажу, дорогие друзья, не клевещите на землю, на природу, что вам нечего есть. Это сотни и тысячи видов других растений и их комбинаций. Подробно об этом я рассказываю в своей лекции кетопитания. Например, о том вот прекрасном салате, который можно, собственно, два раза в день есть, а в остальное время что-то еще добавлять, да? И этот салат тот же, например, обеспечит вас всем необходимым. С некоторыми уточнениями, только я это поясняю там. И вот эту вторую лекцию – голодание и очищение организма, где в конце я рассказываю и даю список продуктов. Ну а более подробно, чтобы вообще эту тему навсегда закрыть, я дам обязательно списки и комбинации продуктов в отдельном своем видео, когда буду говорить про лектины. Идем дальше. И такая фраза, которую, может быть, не все сразу могут понять, кто не знает подосновы, но растительные рационы, которые выстроены, например, жестко на растениях, например, вегетарианство или веганство, это путь потом в воспаление, в онкологию, в аутоиммунные процессы. Нет, это совершенно неправильно. И только в одном он прав, что если вы оставите на веганстве кофе, пирожные веганские и прочую всякую неестественную гадость, чипсы и все, это же тоже веганские чипсы и полуфабрикаты, и все это продукты химической пищевой промышленности, то он прав. Если вы оставите лектиносодержащие продукты в наше время и будете жить при этом в городах, дышать вот этим прекрасным воздухом и так далее, и так далее, пить воду из-под крана, то, безусловно, он прав отчасти тоже. Но если вы будете на разумном, рациональном, веганском сыроедении или веганстве, уберете вредные продукты, их комбинации своей жизни и добавите суперпродукты, которые помогут восстановить и восполнять дефицитные состояния важных питательных веществ, которых в современном мире у современного человека мало, в дефиците, и даже вот эти мясоеды, и даже на корневор тоже зачастую, хотя в меньшей степени будут испытывать проблемы в дефиците многих микроэлементов и других питательных веществ, то тогда, конечно, да, он, видите, здесь как бы и прав, и не прав. Но не прав глобально в том, что вот как раз онкологию человек, который ест мясо, получит гарантированно в любом случае, потому что это мощнейший мутагенный фактор. Я объяснил сегодня частично, почему. В других своих лекциях я более досконально это объясняю, но не хочу растягивать, и то эта лекция будет слишком длинная для восприятия многих нетерпеливых людей. Но это их проблемы, что называется, и тем не менее, он здесь категорически не прав в главном, в сути, в стержне. Он не прав в том, что животное пища и мясо – это польза, и якобы естественно для организма человека – это противоестественная пища, никакого отношения к физиологии и рациону человека она совершенно не имеет. Она противоестественна, и несмотря на то, что польза определенная будет при его методике потребления аналогичных систем питания, то в долгосрочной перспективе это гарантированно вызовет онкологию, если человек до нее только доживет и раньше не умрет от инсульта и инфаркта. Но при данном питании, которое он пропагандирует, ну особенно при вот этом палео и так называемом корневор, от инсульта и инфаркта человек точно не умрет, поэтому умрет от рака. И что ж, вам, дорогие друзья, многим это увидеть еще придется через определенное количество лет. Попомните, что я сейчас скажу, что и эти виды диет сойдут на нет, как и другие Аткинса и другие мясные диеты прошлого. Кетогенная диета позволяет, наоборот, нам все это восстановить. Важный нюанс. Мы не перебираем белка. Не нужно путать высокожировую диету с белковой диетой. Мы не перегружаем почки, у нас белка, вот как должно быть, 80 граммов в сутки, как нам положено для замены наших тканей, для синтеза аминокислот. Там достаточно меньше гораздо, но он прав, совершенно справедливо сделал акцент, потому что те же диеты Аткинса и аналогичные, они как раз подразумевают большое количество мяса, гораздо больше этих 80 грамм в сутки, и потому, безусловно, там возникают процессы те, ну, которые я уже описал отчасти, быстрее гораздо, чем у тех людей, кто меньше ест мяса. И потому, конечно, эти люди умрут от рака гораздо позже порой, чем те, кто ест мясо больше 80 грамм в сутки. Как это, к примеру, советует многим уже из вас известная Софья Доринская, ну, по 4 раза в день есть. Привет ее фанатам. Ткани для синтеза аминокислот. Так мы их употребляем. Не нужен синтез, наоборот, из синтеза аминокислот, то есть аминокислоты поступают в организм либо с пищей, то есть через растительную, либо животную пищу, ну, животные там сложные, белки высокомолекулярные, но любая пища, попадая к нам в желудок, а потом, проходя уже в следующий отдел, 12-перстную кишку, обязательно расщепляется и должна расщепляться до составляющих частей, то есть до мономеров этих сложных полимерных белковых цепей, а именно до аминокислот. То есть, наоборот, любая пища белковая расщепляется сначала до аминокислот, аминокислоты всасываются в тонком кишечнике в кровь и кровью этой уникальной соединительной, жидкой соединительной тканью разносятся во все клетки нашего организма, во все группы тканей, органов, где в органеллах, которые называются рибосомами, происходит сакральный процесс второй по значимости в природе после фотосинтеза в теле растений, да, в хлоропластах, это биосинтез белка. И вот этот процесс биосинтеза белка идет именно из аминокислот. То есть, как раз наоборот, не синтезируются аминокислоты, а из них синтезируются белки. То есть, с точки зрения биохимии глобальной, он некорректно здесь сейчас высказал. Конечно, он это понимает, я в это верю, но высказался некорректно. И так, потому нам, дорогие друзья, в пищу вообще белки не нужны. Нам нужны аминокислоты в пищу, ну неужели это непонятно? И главная задача, чтобы не было дефицита именно аминокислот, если вы не хотите, чтобы у вас был дефицит белков. Потому что, еще раз, любые белки, попадающие в организм, расщепляются до аминокислот. Включая все восемь из восьми незаменимых, служат как раз вот этими кирпичиками для возведения кирпичной стены белков будущих ваших. А какие вам нужны белки? Ни он не знает, ни я, ни кто это знает, только наш организм. И в каждой клетке организма этот сакральный процесс идет каждую секунду. И каждому органу, каждой группе тканей, в данный момент времени, как и каждой клетке, нужны специфические белки. Их организм и синтезируют сам, по высшей программе, неведомой нам, именно из аминокислот. И потому, если вы будете в пищу с теми же растениями, неважно, подполучать, получать все необходимые, в том числе все восемь из восьми незаменимых аминокислот, в нужном, должном количестве, то проблем никаких и не будет. Тех, о которых он говорит, имея в виду нехватку белка. Вот так. Поэтому не путайте белковую диету с высокожировой. А вот это совершенно верно. Не надо путать то, о чем он говорит, это другая диета. Она, безусловно, не так вредна. И в начале результат будет обязательно, он будет положительный. Я говорю о дальнейших перспективах. И, конечно же, я говорю здесь о этической составляющей, которая тоже влияет на физиологию, а именно в соучастии в убийстве совершенно неповинных животных, совершенно ненужных вам в качестве пищи, ну и, естественно, нарушая эти законы природы, естественных причинно-следственных связей, этики, морали и так далее, вы перешагиваете ту ступень человечности, ту ступень нарушения, в том числе физиологии и биохимии, за которую обязательно будете расплачиваться. Обязательно. Ох, и не любят вас, наверное, вегетарианцы, но продолжим, тем не менее. Ну, ничего, я вот внес уже коррективу. Восполнил этот пробел. Ведь кто, кроме меня, к сожалению, я бы этот крест себя с радостью снял. Ну вот, например, есть Александра Андерсон. Молодец, молодчинка. Ее лекции великолепно как раз тем рот затыкают, кто говорит о каких-то научных работах. Она прекрасно показывает мировые научные работы, переводит их и показывает простым доступным языком. Аргументировано, что ложь вы говорите, товарищи, что неправду. Вот. Ну, а, соответственно, я все остальное восполняю. К сожалению, очень жаль, что больше никто этого не делает. И я не намерен мириться с той хитростью, подлостью, лживой информацией, которая очень многих с пути уже свела правильного, и которая заведет людей в безумие, мракобесие, что сейчас творится на просторах, в том числе, вот, Ютуба, когда бывшие многие веганы-сыроиды перешли, опять окунулись в это мракобесие, активно начинают, ну, для оправдания своей совести, разумеется, пропагандировать о якобы необходимости, глумиться, клеветать, хихикать, подличить и так далее. Ну, я человек честный, никогда до такой низости, разумеется, не опущусь. И говорю всегда четко, открыто, ясно, и совершенно мне наплевать, кто прав, я прав, или кто-то другой, мой со-оппонент там, скажем, потому что... Как говорится, Платон мне друг, но истинно дороже. А, кстати, Платон был веганом и сыроедом, как и Сократ, как и Плутарх, как, собственно говоря, и Пифагор. И идем дальше. Про саму кето-диету. Какой должен быть режим питания? То есть, сколько раз в день нужно питаться? Здесь можем сказать, что это не должен, а он будет. В чем идея? Я питаюсь один, максимум два раза в день. У меня нет обедов, а в обычном же режиме у нас первый завтрак, второй завтрак, потом первое, второе, третье и компот, а, значит, потом еще полдник, в середине перекус, а вечером еще и ужин. Представляете, сколько блюд получается? А здесь только завтрак и ужин. И не потому, что мы себя ограничиваем, говорим себе, не надо есть, не надо есть. Я сказал, что эта диета абсолютно норма калорийная. Но когда мы едим жир, то это единственная субстанция, которая не вызывает выброса инсулина. Ну, он совершенно прав. То есть, глюкоза провоцирует выработку опять инсулина. Это замкнутый круг, потому что то инсулин уменьшает в крови содержание глюкозы, потом резко уровень падает, гипергликемия возникает, человек опять хочет есть, чтобы восполнить этот пробел, потому что его энергообмен строится на как раз углеводном типе получения энергии, ну, понятно, гликолизе. Так вот, естественно, он в этом абсолютно прав. Абсолютно в этом прав. Но только вот не прав в том, к чему он это всё ведёт. А что, на сыроедном питании невозможно есть два раза в день? Конечно, возможно, даже один. Ну, и это совершенно неудивительно. Просто не должно быть в организме паразитов, должна быть здоровая поджелудочная железа и кишечник. И тогда при соблюдении правил, чтобы не было, например, белков с углеводами, например, орехов с мёдом и так далее, то есть несовместимых продуктов, тогда этой проблемы не будет вообще, тем более, если человек будет активно двигаться физически, есть относительно здоровую пищу, но это и там, и там важно, при любом типе питания, при любой диете, то проблем-то не будет никаких, и он тоже сможет спокойно есть два раза в день, имея достаточное количество в пище своей, например, в виде салатов, те же жиры, например, в виде авокадо, льняного масла, кедровых орешков, предположим, или грецких, и так далее, и так далее. Проблема голода в чём? Если мы съедаем обычную еду, увеличиваем количество инсулина, увеличиваем количество глюкозы, в организме происходит инсулин, старается распихать эту глюкозу по клеткам, глюкоза в результате падает, возникает снова потребность есть, то есть на этих гиповках возникает желание голода, снова что-то есть, и вот эти инсулиновые качели происходят с каждым приёмом пищи. Вот на жировом рационе никаких скачков инсулина нету. Ну, совершенно правильно, в этом большой плюс вот этой диеты, то есть большой плюс, но кето-диета есть и веганская, и этого можно добиться, в том числе на веганском, сыроедном, даже веганском рационе питания, абсолютно никаких проблем здесь нет, просто существует кето-калькулятор, о чём в своей книге совершенно правильно говорит, они есть в интернете, можно подбирать эти продукты, в том числе веганские, в том числе сыроедные, и сделать то же самое, то есть добиться тех же результатов, просто на другом типе питания. Поэтому есть и не хочется. Стандартные режимы, двухразовое питание, ну, это может быть 12-12, самый такой оптимальный режим, это при двухразовом рационе, это два приёма пищи за 6 часов, ну, обычно 12, например, утра, и 6 часов вечера, и потом 18-часовой перерыв. Перерыв происходит совершенно без, скажем так, психической нагрузки на человека, он просто не хочет есть. Так же я и с утра не завтракаю, обычно я только ужинаю. Я хочу тут сказать следующее. Вот давайте проведём такой эксперимент. Вот, дорогие друзья, можете приобрести у нас, если захотите, очищенные ядрышки конопли. Я не буду сейчас распинаться, что за состав, какие там белки, а там, конечно же, все 8 из 8 незаменимых аминокислот в огромном количестве, там белка больше, чем, естественно, в мясе, в любом. Дело в другом. Попробуйте взять здорового мужика, какого-нибудь такого прямо самого тупого, самого здорового, самого такого, который вот так, безмозглого, который может 200 килограмм поднять и так далее. И дайте ему одну ложку, только чтобы он её там пожевал во рту, столовую ложку съест. Вот он съест одну ложку. Кому-то будет достаточно одной. У кого-то, то, что я сейчас скажу, начнётся после двух ложек и почти у единиц после третьего, но не более. Итак, самые мощные, здоровые мужики съедят две ложки, ну а монстры три. Им будет плохо, аж рыгать захочется. Им будет прямо тяжко. Их будет так тяжко, как от того, что они съедят два килограмма три шашлыка. Вот настолько это питательный, калорийный продукт. Поэтому, к чему я это всё говорю? Всё это очень условно и относительно. Если вы, например, в тот же салат включите тот же конопляный протеин, или отдельно его будете потреблять, или конопляные ядрышки, вот эти очищенные, как я говорил, разжуете перед едой одну столовую ложку. Или в серединке своего рациона питания вы поймёте, что вы уже доесть не сможете, либо будет тяжко и так далее. То есть, вы наедитесь, вы получите те же калории, вы получите жиры, белки, и всё что угодно. И это будет тоже кето-рацион. То есть, соответственно, это всё очень просто и элементарно. Но для тех, кто вообще не может соображать, или трудно, я, конечно же, потом, как я обещал, сделаю отдельное видео, где прямо разжую, как вот для, я не знаю кого, не буду сейчас выражаться, да? Но это так примитивно и понятно. Ну что, он сможет опровергнуть вот то, что я сейчас говорю? Конечно, нет, потому что то, что он говорит, это же не мистика. Мясо, это не что-то грааля чаши, так сказать. Нет. Мясо, это, грубо говоря, ну сейчас мы к его теме, это жиры и, главное, белки. Так вот, если мы эти белки, в виде аминокислот, разумеется, в день, в нужном количестве, будем поставлять свой организм, то какая хрена разница в этом смысле, с животной или с растительной пищей мы их получим? Понятно, что с морковки мы не получим то нужное количество, как он считает белков, но если как он, либо диетологи, считают, что нужно там 70-80 грамм, то мы их можем получить с другой растительной пищи, но ввести в рацион свой дополнительное количество определенных продуктов, которые содержат белка, полноценнейшего белка, больше даже, чем мясо. Ну вот, что я и хотел сказать. Я уж не говорю сейчас про спирулину, хлорелу, где под 80% от сухого общего остатка состава, да, содержится белка, причем всех тех же 8 незаменимых аминокислот и общего количества там 26-26 аминокислот. Так что никаких проблем здесь в этом нет. Абсолютно нет. Это тоже не потому, что я себя ограничиваю в рационе, а потому что нет утренней потребности в том, чтобы что-то перекусить. Я просто пиваю кофе и уезжаю на работу по делам. Вот это да. Кофе молодец. Молодец. Хотя он в своей книге писал, что я там год что-то без кофе или пытался не пить, или не пью. Ну, короче говоря, понятно, что везде люди пытаются получать какое-то удовольствие слово некорректное, наслаждение от той или иной пищи. Зачем кофе пить? Что там такие полезные вещества есть, без которых жить нельзя? Конечно, нет. Кофе, извините, дорогие товарищи, подвергается жарке зерен. При жарке зерен образуются акриламид и многие другие канцерогены. И тот, кто говорит, что кофе полезен, ну, как минимум, дурак, потому что, безусловно, в кофе есть полезные вещества, но те вредные вещества с лихвой перехлёстывают, нивелируют ту самую минимальную пользу или даже пусть максимальную, верьте в это, пожалуйста. Они перекрывают вот эту самую мнимую пользу с лихвой, делая, принося несоизмеримый вред для организма, нежели та минимальная польза, которая может быть от других компонентов, содержащихся в том же кофе. Ну, посмотрите вот эту мою лекцию про кофе и поймите, ну, что он сейчас будет говорить про кофе? Ну, тут как раз для многих большая проблема, особенно для тех, кто работает в офисе, что это даже некий такой ритуал, хочется постоянно перекусывать, да, люди пьют кофе несколько раз в день, к нему печенечко или там какая-то конфета. Вот, можно ли пить кофе в данном случае? Я скажу, давайте, что можно есть, как правильно, невзоры в этом смысле сказал, и картонные коробки, и гвозди, и, так сказать, стекло, это всё можно есть, только нужно ли и полезно ли это? И действительно прав доктор, что Евдокин Ковер говорит, что да, действительно, у людей это ритуал, так вы хотите быть людьми? Или как один мне гневно возмутился под видео из-под кофе, я зачитывал в определённой, по-моему, четвёртой части ответов на вопросы это, что, мол, не смейте отрывать от нас наше наслаждение, ну, нашу прелесть, ну, тогда вы не можете называть себя человеком разумным. коль вы сознательно, разумно, для получения наслаждений, скажем, убиваете себя, причиняете себе и своей семье тем самым, потому что мне кажется, что, когда вы станете дедушкой и бабушкой, вы захотите понянчить внуков, а внуки, самое главное, вас будут точно нуждаться, или правнуки, а вы не сможете это сделать, потому что вы или будете инвалидом, или умрёте уже к этому времени, поэтому это не только ваше дело, вот эти наслаждения и удовольствия, вы что думаете, только ваше личное дело? Ну, кто так думает, тот подонок просто. Конечно, это не лично ваше дело. Если только вы не отшельник, не живёте один и наплевали на семью, на весь мир и живёте только для себя, как паразит, тогда это да, ваше дело, в остальных случаях это совершенно не ваше дело. И я надеюсь, что я вас не оскорбил, а обрадовал и похвалил, потому что вы должны поблагодарить меня, разумный любой человек, за то, что я грубо так вас по башке сейчас стукнул в этом смысле, особенно для новичков, кто на моём канале впервые, потому что, и не возгордившись про возмущение мне выразить, как я так с людьми разговариваю, а я совершенно достойно и, скажем, адекватно разговариваю с теми людьми, которые находятся в невежестве, в мракобесии, в глупости. И тем самым, этим ударом по башке, я многих из вас смогу, по крайней мере, некоторых, вытащить, чтобы, так сказать, вы не плыли на поводу своих идиотских и вредных пристрастий, желаний, привычек и не оправдывали самые главные свои эти идиотские желания, пристрастия, привычки, так сказать, глумясь над здравым смыслом человека. И именно потому я и говорю, что кто глумится, тот не имеет права называть себя человеком, как говорится, homo sapiens, человеком разумным. Вы таковыми не являетесь. Разум это не потакание вашим желаниям, а разум это строгая логика, аналитика и целесообразность. Сходясь на кето-диете не два раза в день, а три-четыре. Здесь несколько граней нужно отметить. Во-первых, те, кто привязан к кофе, так называемой кофеманной, для меня это сразу указание на то, что им нужна постоянно какая-то симпатическая активация. Как правильно это компенсация проблемы дисфункции надпочечников, когда у человека не хватает уже собственных гормонов. Совершенно верно. Пить надо только воду. Все без исключения долгожители, сверхдолгожители прошлых веков пили в основном только воду и за редким исключением что-то еще. Чаи, страв, естественно, обязательно и так далее. Не нужно извращений, не нужно потакать вот этим порочным клещам, вот этим пагубы современной цивилизации. Не надо приводить пример итальянцы или кубинцы, вон пьют и живут 90 лет и так далее. Ну, хватит этих дешевых отмазок, ну, хватит. Человек не должен жить 80-90 лет, он должен жить 120-150 лет и более. А насчет воды и того, что именно воду надо пить, вот послушайте, что говорит мудрая женщина, 113-летняя бабушка, самый пожилой в истории человечества официально доктор, врач, педиатр. Она говорила, что только воду я пила, как только материнское молоко я перестала пить, я пила воду, только воду и больше ничего в своей жизни и это естественно. Дорогие друзья, это естественно, так есть в природе и так и должно быть, а то, что хочется, не хочется, мало ли что кому чего хочется. Только не надо говорить, что это то, что вам хочется, естественно, только лишь потому, что вам это хочется. то есть активные кофеманы, как правило, нужно проверять надпочечники, но если говорить с позиции кето-диеты, употреблять чай и кофе в режиме кето-лайфстайла вполне можно, я кофе пью. Есть такой еще вариант брони-кофе, это кето-кофе, когда в него добавляются жирные сливки, можно добавить среднецепочечных жирных кислот, они называются МСТ, либо кокосовое масло, тогда получается брони-кофе, это и сытно, и повышает уровень кетонов, и тонизирует. Сейчас я этим практически не пользуюсь, поэтому в целом обычно две чашки кофе для обычного человека это достаточно. Если у вас большая привязка к кофе, проверьте надпочечники. Ну, кофе от отдельной статьи, а тут ведь надо понимать, что многие еще пьют кофе, потому что они таким образом отвлекаются от работы, да, это некий способ им отвлечься. Очень жалко таких людей, которым, чтобы отвлечься или о чем-то подумать, или наоборот не думать, или что-то еще, нужно что-то локать или что-то есть. Это исключительно мыслительные процессы, это сила мысли, характера. Человек должен себя закалять, а не быть тряпкой и не потакать своим желанием и какими-то веществами что-то в себе изменить. Человек самодостаточен. Его мысли одной, силы воли достаточно должно быть для всего. Никогда не плывите на поводу своих желаний, которые неразумны. Но я задам вопрос о другом отвлечении. Вот алкоголь, что с ним? То есть, можно ли употреблять спиртные напитки, если вы соблюдаете кето-диету, или нельзя категорически? Со спиртным надо разделить. Если у нас лечебный рацион и мы боремся с каким-то серьезным заболеванием, то алкоголь мы исключаем полностью. Если мы вошли в кето-лайфстайл, в кето-рацион до того, как у нас появились болезни, то есть, это уже профилактическая история, надо сказать, что надо пугаться, что вы в чем-то себя ограничиваете. Ведь я сказал, что палеорацион это то, что нам природно-генетически заложено. Люди по природе свои были хищники или падальщики. Вот. Вот теперь давайте поподробнее. Про алкоголь поговорим позже, а сейчас про хищников. Хорошо, что он оговорился, иначе был бы другой разговор. И с моей стороны, что падальщики или падальщики. Он это сказал. Итак, посмотрите вот это мое видео хотя бы одно. Про клыки и мясо. Про клыки и человека. Так вот, человек ни на йоту, ни на грамм, не являлся никогда и не является хищником, безусловно, по всей своей анатомии, морфологии и биохимии. Но человек никакой и не падальщик. Человек по своей природе, по всем своим анатомическим, морфологическим, биохимическим особенностям и критериям является исключительно плодоядным существом. Не травоядным, не плото, от слова плодоядным, а именно плодоядным, плоды. Здесь же, кстати, это совершенно коррелируется с тем, что говорят любые религии, хотя религии всегда вторичные, а первичное это знание законов природы или вера, как по-другому это называлось всегда. Так вот, это всегда говорилось о чем? Что были те самые сады, райские плоды и так далее, и это есть пища. Человек о том же говорил и Пифагор, уча своих учеников и говоря о древней гипербореи и так далее. Только плоды. Плоды существуют разные, современный мир сейчас нужны правки, потому что есть большие проблемы, и рацион питания действительно не может состоять только из одних плодов, за редким исключением тех людей, кто ведет совершенно определенный образ жизни, иной. Он говорит, что это естественное питание для человека, а почему тогда маленький ребенок от своего естества не прыгает, как это делают любые маленькие животные, играющие, кусают когтями, царапают и так далее, добычу, когда, например, волчица приносят волчатам или и так далее, перекидывают, львята играют с добычей и потом ее съедают, отрывая куски. Почему ребенок тогда человеческий воспринимает любое маленькое животное, сразмерное ему, естественно, не как пищу, а как друга, жалеет, плачет, когда уже ребенок может говорить, излагать мысли, либо просто свои чувства, данные ему, не убитые еще от природы, когда родители еще не сильно его искалечили, обманули и навязали. Необходимости есть, якобы необходимость есть, трупы животных, бедных, маленьких и больших животных. И вот ребенок, он чувствует душу своей от природы, вот эта совесть, которая идет изначально с человеком, есть мерила абсолютная, душа и совесть, мерила истины. И в данном случае, говоря о пище, естественно, это не является пищей для человека и хотя бы доказательно, абсолютно на этом примере. Если бы для человека это было естественно, если бы человек был хищником или всеядным, или бы для него мясная пища была хоть в какой-то степени естественной, то тогда никогда таких реакций бы не было. Реакции жалости, реакции любить, а не перегрызать горло. Очнитесь, люди! И нам для этого и дан и разум, и совесть, душа, чтобы понимать и чувствовать это. Помимо всех научных знаний, которые зачастую на протяжении столетий переписывались, передумывались, особенно в прошлом веке, и сейчас-то это продолжается, когда то одно говорят, то противоположное, то третье. Есть мерила, истинно гораздо более точная, чем любой ученый или стадо ученых, которые что-либо будут говорить кому бы то ни было из вас. Так это, во-первых, зеркало, и вы посмотрите беспристрастно, что вы этими ноготочками можете отковырнуть или оторвать у добычи какой-то кусок, либо, так сказать, на ваши зубки посмотрите, либо подумайте вот то, о чем я сейчас сказал про детей. Да, и посмотрите вот эти лекции обязательно. Они будут под этим видео по ссылочкам. Что касается алкоголя, то вот он сказал, что если человек болен, категорически нет, а что если человек здоров, ему можно потреблять то, что вредит больным людям, но это маразм. Естественно, алкоголь это генное оружие, это протоплазматический яд, это стопроцентная пагуба, это беда и горе для народа, для отдельно взятого человека и семьи. Не может нормальный человек ни грамма алкоголя пить в течение жизни. Никогда. Потому что это означать будет, что вы, как Иуда, вносите дело в свое, в разрушение, уничтожение своего собственного народа, детей, будущего страны, родины и так далее. И это уже человек делать сознательно, разумно и порядочный человек не может. И потому одумайтесь, кто еще дурманит себя этим проклятым ядом, этим пойлом, и неважно, как оно называется, каким словом вы его обозначаете. Если там есть в этой жиже этиловый спирт в любых количествах, то это проклятое пойло. Как бы красиво вы его не представляли себе и не описывали поэты, писатели и так далее. Жизнь показывает естественно противоположное. От этого потребления друзья друг друга режут, убивают, детей выкидывают из квартиры вниз головой, давят, убивают и так далее, предают, насилуют, калечат. Поэтому нет ни единого аргумента у порядочного человека оправдать в обществе и у себя лично на столе в семье эту поганую бутылку, от которой только беды и несчастья. И разговоры о мире, они иудские, они поганые, они недостойны разумного человека, это подлость говорить о мире, говоря о чистом зле. То есть они жили на животных продуктах. Так вот, мы просто возвращаемся к основам, тем самым профлактируем те заболевания цивилизации. Мы к основам не возвращаемся, потому что человек по своей природе не является хищником и не является тем существом, которое способно и может в природе питаться, кроме падали, и то это нужно довести до этого, создать какие-то страшные, катастрофические условия, когда человек, чтобы выжить, будет хоть что есть, лишь бы не умереть. И то не все люди на это способны. Поэтому это полная глупость и, естественно, это не оправдание. Это не естественно, это противоестественно. Как противоестественно и то, что человек способен добычу по ветру чуить. Ведь ноздри у него, у человека направлены при беге или ходьбе не параллельно земле, как у хищников всех без исключения, а направлены вниз. А такой тип расположения части, анализирующей запахи аппарата, является показателем аппарата плодоядного существа и служит ему исключительно для внюхивания плоды и травы. То есть, зрело ли они, готовы ли к употреблению и так далее. Которые я в самом начале упоминал. При кето-рационе можно употреблять алкоголь. Вот именно в кето-лайфстайле я выпиваю примерно бокал, полбокала вина в день. Бутылки вина мне хватает где-то на 4-5 дней. Но алкоголик... Дело в том, что кто такой алкоголик, дорогие друзья? Ну, чтобы вы себя не обманывали. Это не тот, кто валяется в лужи, как вы представляете себе, но большинство из вас или там опустившееся ниже животного уровня существо. Это уже не человек. Алкоголик с точки зрения сабриологии, науки о трезвости это тот человек, который не представляет себе праздника без бутылки на столе. Итак, внимание. Если у вас идет ассоциация праздника с бутылкой, стоящей на столе, вы самый настоящий алкоголик. А что уж говорить про ежедневное потребление? Ужас просто. Кошмар! Надо сказать, что толерантность к алкоголю на кеторационе снижается. То есть, если раньше в какое-то состояние, скажем так, удовольствие от употребления вина приходило только после того, как выпивалось полбутылки, два-три бокала, это выпивалось незаметно, то сейчас я понимаю, что мой организм не принимает больше полбокала. С чем это связано? Это связано с тем, что рецепторная чувствительность наша, вкусовые параметры очень сильно меняются. То есть, сладкими уже будут даже помидоры. Однажды мне принесли в ресторане полусладкое вино. Я не великий сомелье, не разбираюсь в винах и не могу сказать, где этот виноград был выращен и в каком году. Но полусладкое вино сразу мне показалось очень сладким. И я его вернул бармену, сказав, что я просил, конечно, только сухое. Поэтому сухое вино допустимым употреблять и большое количество выпить у вас не получится. А как влияет кето-диета на уровень сахара? Вот многие волнуются, что если они будут соблюдать кето-диету, у них слишком сильно упадет сахар, человек будет себя плохо чувствовать, будет слабым, обессиленным. Сахар никогда не упадет ниже необходимого для нас уровня. То есть, целевые показатели уровня глюкозы для нас, когда мы ведем кето, это 4-5 мм на литр. Наоборот, мы включаем кетогенную диету, я сказал, что строгое показание это диабет. Если вам поставили диабет, вам нужно нормализовать сахара, не нужно пользоваться противосахарными, так скажем, сахароснижающими препаратами, только посадите почки, как сейчас там, выводите сахар больше, да не ешьте больше сахара, и тогда у вас сахар будет нормализован. Совершенно справедливо, абсолютно золотые слова. Именно не надо есть то, что приводит вас к болезням. Зачем вы напихиваете на диабете в себя хлеб, макароны, зачем вы вкидываете в себя, так сказать, пирожные, печенье, зачем вы это делаете? Ну, естественно, вы себя и убиваете. Поэтому совершенно он в этом плане прав, абсолютно. Но до нуля он никогда не упадет. Почему? Потому что белки используются в качестве источника для синтеза углеводов. Этот процесс называется глюконеогенез, поэтому всё есть необходимый уровень сахара, организм сам себе синтезирует из белка. Я по-другому скажу, каждый из вас, дорогие товарищи, должен был учиться в школе, и учился, и учитель биологии должен был объяснить, что условно незаменимыми являются только белки, потому что сахара, если они нужны для организма, или жиры, будут получены из белков, соответственно, или из жиров, то есть углеводы те же. И соответственно, то есть глюкоза, необходимая для каждой клетки организма, если вот мы питаемся за счёт этого процесса в энергетическом плане на данный момент времени. То есть, только белки условно называются незаменимыми. А именно при недостатке в пище глюкозы она будет получена путём расщепления из жиров, преобразования, вернее, и из белков. И это никакая ни тайна, ни новость, это каждый ученик средней школы должен знать. Так что здесь бояться каких-то провалов, если у вас выстроен нормально метаболизм, не стоит. Но контролировать и уровень кетонов, и уровень сахара, ну, первое время необходимо. Ориентироваться на своё самочувствие. Иногда на фоне кетогенной диеты возникает слабость. Это либо период кетоадаптации, либо ситуация, когда человек требует большого количества гликогена, например, при активных занятиях спортом. Тогда это отдельный разговор про углеводные загрузки и дополнение к кето-диете ещё и длинных углеводов. Точно так же и при переходе на сыроедение иногда не совсем корректно, иногда грубо и быстро человек тоже может получать слабость, и это не означает, что он не прав в своём переходе на другой вид питания. Это означает в том, что есть определённые ошибки, либо проблемы в организме, которые просто нужно так же, как сейчас я говорю, экстраполирую, просто учесть, и тогда всё будет хорошо. Иногда это некоторым людям необходимо для того, чтобы быть в тонусе. Без этих длинных углеводов мы видим, что их самочувствие может измениться, они будут более слабыми. Но это редкая ситуация. Мы советуем, если у вас самих не получается перейти в кето, если вам только книжки оказалось недостаточно, можете прийти на консультацию, мы обсудим все эти нюансы. Совершенно аналогично я скажу. Некоторые люди не могут полностью перейти на сыроедение. У них, например, есть определённые проблемы с поджелудочной, другие проблемы, например, кишечные, которые они ещё не решили, варёную пищу надо ставить либо на определённый срок, либо на длительный, либо навсегда отчасти. И, например, потреблять ту же вот варёную чечевицу или суп, или тот же суп видящий, но только без картошки, а вместо картошки цветную капусту. Она даст тот же вкус, консистенцию, но вреда такого не будет, как от картошки. То есть, соответственно, это всё тоже обсуждаемо. И, кстати, на индивидуальных консультациях и я это тоже людям поясняю, кто не может самостоятельно решить вот эти задачи и проблемы. Кстати, под моим каждым видео, без исключения под каждым, есть ссылочки, да, на ту литературу или те мои лекции, которые я рекомендую посмотреть. Ссылки. И в самом низу есть всегда, называется, индивидуальная консультация. Напротив стоит ссылка, нажимаете мышкой, попадаете на страничку, если вас это заинтересует, можете туда пройти и, соответственно, записаться на консультацию. Ну, идём дальше. Я думаю, многим из этой беседы будет не совсем понятно, а что, вот, например, фрукты, овощи, какие-то, углеводы, сладкое нельзя есть вообще или всё-таки в каких-то небольших количествах есть их можно? Если мы говорим о жировом рационе, сделаю ещё раз акцент. Жиры будут работать только тогда, когда у нас нет углеводов. Поэтому принцип олиминации построен так. Строго исключаем всё глютенсодержащее, то есть мучное. Это же глютенсодержащее и есть углеводы. Это первая часть элиминации. Вторая – это быстрые углеводы, поэтому фрукты, сухофрукты, соки, газированные воды – это всё тоже строго исключается. Кроме этого исключаются соя, послёновые, бобовые. Это тоже мы не употребляем. Убираем все каши. Это тоже пустые углеводы. В качестве углеводной поддержки иногда мы можем оставить небольшое количество гречки, риса или зелёных овощей. Можем использовать любые виды капусты. Вот он не совсем прав. Во-первых, все практически сорта риса в той или иной степени содержат некоторые лектины. И тут он сам себе противоречит. А в остальном, в принципе, правильно всё сказал, что я говорю в своих лекциях. Тут совершенно нет противоречий. Но важно, чтобы овощи были либо ферментированные, то есть квашеные, маринованные, солёные, либо термически обработанные. Способ приготовления здесь, опять же, роли никакой играть не будет. Поэтому я сказал, что углеводов должно быть не более 50 граммов в сутки. Но представьте себе, что в любом фрукте, помимо того, что фруктоза будет способствовать ожирению печени, она не метаболизируется в организме. Кроме этого, любой углевод, это любой овощ, это в среднем 15 граммов углеводов на 100 граммов продукта. Яблоко, это, например, в среднем 200 граммов. Соответственно, съедая одно яблоко, по сути, вы перекрываете почти всю норму углеводов, которые должны были съесть за день. Это он говорит о том, чтобы заработало на 100% вот тот самый эффект от кето-диеты, чтобы кето-диета настоящая заработала. Он абсолютно прав. На то есть кето-калькулятор или примерно по аналогии вот того, что он говорит и того, что я говорю, можно, соответственно, это просто рассчитать по продуктам. Совершенно верно. И, приближаясь к этой кето-диете, но полностью не переходя, эффекта от неё, вот того ожидаемого в принципе не будет, но будет гораздо лучше и правильнее, чем меньше в рационе будет быстрых углеводов, безусловно, если вы не занимаетесь активной физической работой или спортом. Если вы перебираете эти 50 граммов углеводов в сутки, вы уже не будете в кетозе. Какие у неё противопоказания? Вот можно ли, например, соблюдать кето-диету людям, у которых удалён желчный пузырь, у которых проблемы с печенью? И вообще, какие есть глобальные противопоказания у этой диеты? Это наша природная еда, поэтому противопоказаний по большому счёту нет. За исключением только узкого, очень небольшого количества детей, у которых есть нарушение обмена по транспорту жира, то есть карнитинового профиля. Но это дети с тяжёлыми обменными заболеваниями, которые с самого детства имеют особенности. Все остальные люди должны переходить на этот рацион с самого начала. Точнее, от него не отходить, потому что по большому счёту, когда мы начинаем грудное вскармливание, то мы уже оказываемся в оптимальном для нас соотношении жира и белка. Там, да, будут углеводы, но они лишь необходимы для работы микробиоты. Это немножко другие углеводы. Самый ужас начинается потом, когда начинаются вводить углеводы в прикормы. Посмотрите, современные рекомендации, все построены вокруг этого. И мы начинаем ребёнку тренировать всякими тыквами, баклажанами и... Стоп! Вот именно потому, дорогой доктор, и начинаются проблемы колики в сдутии газа у детей, что родители, не понимая этого, и врачи тоже этого не понимают, советуют вводить прикормы не потому, что сами прикормы, слово страшное, а потому, что это слово прикорм подразумевает баклажаны, тыкву и так далее, то есть то, что содержит лектины, белки, которые, конечно же, вызывают воспаление, а значит сдутие, газы и нарушают работу микрофлоры кишечника, а дальше боли, значит ребёнок плачет и так далее, и так далее, а родители, врачи воспринимают это как нечто должное, безусловно, это проблема и это неправильно. Другие нужно вводить в прикорм продукты. Мясные пюре даже будут стоять в этом списке практически последними. Что начинается, когда начинаются прикормы? Начинаются проблемы у ребёнка, ну и у мамы, почему? Потому что начинаются аллергии, нарушения стула, бессонные ночи и способы лечения дисбактериоза. Откуда он взялся? Он взялся на овощах, на прикормах, раздражённый кишечник, нарушение стула, запоры, либо послабление, ну и вздутие живота и всё остальное. Причины углевода. Дальше мы имеем всё то же самое здесь. Нет причины не углевода, а причины те углеводы, в том числе именно углеводы, содержащие пищу, которая содержит в себе лектины, про которые так правильно он сказал в начале. И именно дело в этом, а не в том, что это углеводистая пища. Человек не хищник, и мясо, и жиры, животные он есть не должен. Что касается взрослых, много предубеждений. Если был удалён желчный пузырь, про него могу сказать несколько слов отдельно, камни в желчном пузыре возникают тогда, когда вы употребляли очень много углеводов и не употребляли жир. В чём идея? Жир провоцирует выброс желчи. Если вы не употребляли жиры, то желчь застаивается, только потому, что нет стимула для её выбрасывания. Так вот, когда вы снова стали есть жиры, резервуарная функция желчного пузыря её уже нет, а желчь вам нужна. Но это просто компенсируется желчегонными препаратами. Других проблем здесь нет. Только не надо покупать медицинские желчегонные препараты. Помните, что самый лучший сильный желчегонный препарат на планете Земля это чеснок. Ну, естественно, не только он. И потому, например, в том же салате я говорю, рекомендую. Друзья, вот этот жирный салат, полезный, прекрасный, который всё содержит, что необходимо человеку. Ну, это в видео о кето-питании я говорил, приводил такой пример. Но, вводите туда чеснок обязательно. И потом, если вы хотите, чтобы желчь хорошо отходила, обязательно ешьте чеснок. Хотя бы немного. Плюс к тому, естественно, нужно спать не на спине в этом случае. Если у вас проблемы с желчевыделением, а на животе, тогда будет хорошее желчеотделение вечером. Особенно, если вы на ночь поели, что нежелательно. Но вот такой приёмчик для отделения, лучшего отделения желча я рассказал. Если есть дискинезия желчеводящих путей, то это уже нужно обращаться к висцеральным массажистам. Это тоже выправляется наряду с мерами по изменению питания. Поэтому просто не доводите себя до желчекаменной болезни. А если она возникла, сделайте всё, чтобы доктора не удалили вам желчный пузырь. Лучше сначала пускай удалят камни. Вы перейдёте потом на кето и сохраните резервуарную функцию желчного пузыря. Я привёл в своей лекции очень сильный пример и объяснил принципы, каким образом можно растворить камни в желчном пузыре. И кому интересно эту лекцию, посмотрите, и вы всё поймёте. Другие вопросы, которые задают, как наше поджелудочное как всё это выдержит. Ну, надо сказать, что поджелудочные ферменты, инсулин, который она вырабатывает, это функция поджелудочной железы. Это, опять же, нагрузка углеводная. Вы исключили углеводы. Да, на первое время вам могут понадобиться какие-то ферментативные поддержки. Но по большому счёту и углеводы вы выдерживали плохо. Газы, нарушение стула, это всё то, что способствует углеводной диете. Я сейчас поясню, что он имел в виду, ну и доскажу. Действительно, поджелудочная железа продуцирует, выделяет несколько ферментов, основные из которых это трепсин, который расщепляет белки, дорасщепляет их, скажем так, да, вот эти полипептидные цепочки, да, аминокислот уже в кишечнике. Да, второе, это липаза, расщепляет жиры, помогает, участвует в этом наряду с желчью, которая синтезирует печень. А желчный пузырь это всего лишь инкубатор, то есть, хранилище большого количества желчи, чтобы если вы съели много жира, она моментально выделилась в больших количествах, чем ежесекундно выделяет печень, да, за раз. Это разумно. И, конечно, амилаза, которая расщепляет именно углеводы и предназначена организмом для этого. Все эти три фермента плюс два гормона основных это инсулины, глюкогон, выделяются тоже, синтезируются поджелудочной железой и, соответственно, по панкреатическому протоку, впадая в общий желчный проток, через общий желчный проток, через ампулу выходит в двенадцатиперстную кишку, где и дозавершается основная часть пищеварения, то есть тот пищевой комок, который из желудка проникает в двенадцатиперстную, он обрабатывается этими ферментами, соответственно, там гормонами тоже. А помимо этого, не надо забывать, есть пристеночное пищеварение еще, там тоже свои ферменты и гормоны выделяются. И вот это, к сожалению, тоже он не учитывает, возможно, не понимает, не знаю. Но очень важный момент, что какой бы пищи вы много бы не ели, если вы едите ее много, то вы перегружаете поджелудочную железу по одному из этих ферментов как минимум, а то и по двум. А кто первый, второй, третий, то по трём. И потому, кто ест всё подряд, у того большие шансы получить проблемы, в том числе панкреатиты и другие проблемы с поджелудочной железой, конечно, и с желчным пузырём, и с печенью. И тем не менее, естественный рацион питания это плоды, но сейчас в наши дни это в полной мере невозможно по причинам, которые я объясняю в своих лекциях. А что же тогда есть, я также прекрасно всё это понятно, подробно объясняю. Единственное, надо следить за тем, чтобы не было дефицита в определённых, самых главных питательных веществах, которые, дефициты я имею в виду, бывают у людей современных и не только веганов-сыроедов, но и у любых, практически, кроме, наверное, тех, кто на палеокорневор сидят, но у них свои другие проблемы будут, так вот, на что надо сдавать периодические анализы, витамин В2 и гомоцистеин, витамин КК2, Д2, Д3 витамины, а также омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, такие именно, как ЭПК и ДГК. Ну, собственно говоря, и тогда, если в них нет проблем, то в остальном проблем не будет, как правило, за исключением дефицитных состояний по микроэлементам, которых в почве и в пище, соответственно, недостаточно сейчас в наши дни, и потому, вот, моя лекция дисбактериоз объясняет, как решить эту проблему, так характерную для людей современной цивилизации. И поэтому, опять же, вы здесь разгружаете организм, не бойтесь это делать. Не так страшна кето-диета, как это пытаются преподнести в некоторых журналах, и делают те люди, которые ничего в ней не понимают. Дорогие друзья, я думаю, на сегодня это всё. Ну, в общем, там действительно всё, и я на этом завершу. Что ж, дорогие друзья, давайте я вам скажу следующее. Как же люди пытаются обманывать себя? Как же людям хочется мало трудиться над собой, совершенствоваться, что-то менять? Даже мыслить долго, думать не хочется уже современному человеку в большинстве своём. А зачем так длинно мне говорят? Много слов, воды, там, и так далее. Те, кто уже не в состоянии мыслить. Ну, мои лекции для других людей, соответственно, у каждого своя, как говорится, судьба и карма. Может быть, у вас судьба у тех благодарных зрителей, кто получает то важное, что я хочу до вас донести с моих лекций. Вы получаете. Естественно, разумные люди за это мне благодарны. Ну, значит, это вот такая судьба. Будем так это философски рассуждать, говорить. А у этих ещё срок не пришёл. Ну, и, соответственно, так сказать, на этом, наверное, мы закончим. Полагаю, эту тему я в общих чертах раскрыл. Я пояснил, чтобы не обольщались и в прелесть не впадали те, кто с верой, с новым знаменем поднятым, так сказать, старшими товарищами не пошёл гордо, фанатично вперёд на амбразуры. Так вот, помните, что вы однозначно ляжете под перекрёстным огнём, но не сразу это произойдёт. Впереди вас пройдут другие, а вы чуть позже. Но, если вы не хотите извращать законы природы и не хотите верить во что-то, а лишь в то, что вы поняли, осмыслили на основании того, кем реально является человек по типу питания, а для этого достаточно не быть медиком либо биологом, а посмотреться в зеркало, проанализировать информацию и беспристрастно просто подумать логически, а это дано каждому человеку, то тогда вы поймёте, кем мы являемся и, соответственно, будете придерживаться разумного, адекватного питания, если вы хотите быть здоровыми людьми как можно дольше, жить как можно дольше по времени и, прожив дольше, сделать больше хороших, важных, полезных дел и оставить после себя, как говорится, по возможности максимально большой и положительный след и эволюционировать, если можно так сказать, лично и в духовном и физическом плане в этой жизни, в одном данном взятом нашем нынешнем воплощении в этом мире. Ну, а на этом всё. Следите за моими видео. Обязательно подпишитесь, если вы хотите получать от меня новые видео и смотреть их на мой канал в ютубе, а кто подписан, но ещё не поставил колокольчик, нажмите на него рядом, потому что в этом случае вы на свою почту электронную будете получать уведомления, когда выходят мои новые видео и уже в этом случае их не пропустите и если посчитаете нужным, то посмотрите их, как увидите данное уведомление. Всего хорошего, дорогие друзья, до новых встреч, до новых видео.